Всем привет, это подкаст YouWebDesign. Сегодня 18 апреля 2016 года, выпуск номер 79. Время 15 минут 11 по-челябинску. Всем привет. Что-то я уже настолько время 15 минут 11, что я заговариваюсь. А у нас, между прочим, для вас есть несколько громких тем. Как сделать дизайн персонифицированным? Веб-анимации. Вчера, сегодня, завтра. WordPress 4.5. Погнали. И вот, не знаю, Никита, ты, в принципе, сталкивался с такими проблемами или нет? Ты вот ищешь работу. Так. И вот ты сначала хочешь всех посмотреть. Ты не хочешь вот открываться прям всем, оставлять резюме и подпись Никита. И там, знаешь, какой-нибудь никнейм, что тебя сразу на ВК посмотрели. Starkiller 777. Да, и ввели в ВК Starkiller 777 и поняли, что не, нам вот такой как не очень подходит. Шкальник. Да, и тебя даже не перезвонили. А есть, на самом деле, сервис, на котором можно анонимно оставить свое резюме и рассматривать реквесты от работодателей и только нужным из них открывать контакты. Серьезно? А ссылка какая у него? gini.co. Так, подожди, но, а если я, допустим, а что я допустим? Нет, в принципе, куда? Ты просто ссылку в описании смотри и все, если ты, допустим, а там разберешься. Нормальная тема. Так-то да. Я даже не знаю, это вот к WordPress 4.5 можно привязать или к веб-анимации вчера, сегодня, завтра? Я думаю, что это к персонифицированному дизайну. Согласен, мы персонифицировали этот ресурс гениальный, ссылка в описании, gini.co. И для наших только юзеров конкретно. Самое смешное, перейдем к темам непосредственно, самое смешное, что первая тема, как она у нас звучит в слайке? В слайке, простите. Делайте хорошие вещи простыми, а плохие сложными. Я так и думаю, это, наверное, про UX. О том, что вот, допустим, нам не очень желательно, чтобы юзер, так скажем, перешел и там вручную отменил подписку на нашу рассылку. Поэтому мы сделаем вот те страницы, которые переход на рассылку, практически, а почему вы уходите? А какого хрена? Давайте не будете уходить. Но именно не annoying, чтобы не сильно назойливо, не то, что у тебя поп-ап всплывает. Вы покидаете этот сайт, не покидаете его вот этим джаваскриптовым алертом. А все-таки просто, ну, как бы так, органично, нормально, неудобства некие создать. Или, знаешь, бывает из-за имейла жмешь unsubscribe, тебя перекидывает на сайт, вы, типа, отписались. И сразу большая кнопка, ты еще не видишь, что на ней написано, а там кнопка подписаться обратно. Да. И вот это как раз, я думал вот об этом теме. Оказывается, нет. Джонатан Снук, создатель Смэкс, о котором еще у нас пойдет речь сегодня в рубрике разработка, так вот, он написал статью, и так ее я заглавил, make the right things easy, пусть правильные вещи будут простыми. Говорит, мы когда в Shopify пришли, я такой использовал девиз, ну, какой мы уже сказали. Он говорит, вообще, вот люди ленивые, я, говорит, тоже ленивые, иногда я что-нибудь уроню на пол. И, говорит, даже думаю, блин, может, похрен, вообще оставить, не поднимать. Потом он говорит, да не, не, я все-таки подниму, и да, maybe sometimes anyways. Когда-нибудь. Да, ну, короче говоря, и он, говорит, мы вот в Shopify придумали так, что, вот почему они придумали, потому что они много копипастили, и потом нужно было во всех местах, где копипастили, изменить, ну, как обычные классические проблемы, которые в корявых командах бывают. Угу. Вот, так, я, они говорили, что мы создали большое количество всяких, так скажем, стоп вещей, которые не мешают вам сделать коряву. То есть, обязали всех пользоваться линтерами, например. То есть, ну, где подсвечивает код, там, и так далее. Как у вас, правильно, неправильно, не знаю. Они, может быть, конфиги для PHP Storm'ов раздали всем, чтобы у них выравнивания, там, одинаковые были, и так далее. То есть, именно вещи, чтобы ты не мог коряво сделать и пушнуть в репозиторию всякую хреновую. Ну, то есть, технически, естественно, ты можешь, как обычно, это не использовать, но... Ну, слушай, знаешь, что у меня первая мысль какая приходит? Какая? А если, допустим, жестко закодировать, допустим, Style Guide для твоего проекта, и никто не сможет воспользоваться другими цветами, тебе практически будет ошибка-эрор. Вы пользуетесь другим красным, не нашим красным. Ну, это ты должен именно пост-CSS-ный плагин написать. Пост-CSS Shopify. Вот. Естественно, его раздать, потом не поддерживать его, всех сезон, но неважно. Это в тему к нашему прошлому подкасту, когда был про ад джаваскриптовый. Ну, да, согласен, можно написать такой микроплагин, который всем мешает шить и не дает пушить говно. Он прям реально парсит все цвета. Если они не входят в массив из пяти брендовых цветов, там, текущего проекта, то он не дает просто ничего сделать и все. Может быть, согласен, это прикольно. А я знаешь, что вспомнил? Помнишь, ты как-то, может быть, месяца три назад рассказывал про нововведения в GitHub, что они сделали шаблоны для pull-request'ов и для ishvis. Так. Ну, то есть, грубо говоря, ты не можешь в свободное мнение написать, а, у меня не работает, а-а-а. Там должны быть прям конкретные поля. Subject, body. В body ты должен написать, на какой у тебя конфиг машины, какой у тебя браузер, какие лунные сутки были, когда ошибка произошла, чтобы у тех, кто получил твое ishvis или pull-request, у них была полная картина о том, как ты используешь там проекты. Вот тут тоже такие ограничения, и прям ты не можешь туда вписать ничего. Ну, к сожалению, некоторые люди все равно во все поля пишут ксю и ксю и лох, 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 икс, икс, икс. Ну, понятно, но это все равно, и такое еще меньше, так скажем, вероятность уменьшается, рассмотр их ishvis, поэтому большинство людей, я думаю, будет заполнять, и как бы их именно и надо подтолкнуть к тому, чтобы это заполнять, потому что вот, да, так, ну и вот, например, есть еще пример, компания Xero, я не знаю, Xerox или Xero, все-таки, так, и у них разные команды используют разные фронт-эндовые стэки, то есть там, видимо, где-то на ангуляре, где-то на реакте делают, понятия не имею, так вот, они использовали, так скажем, принудительные меры, чтобы заставить всех пользоваться одним фреймворком, и все, поэтому у них готовые компоненты, все прикольно, и на самом деле написано даже, что если кто-то икорявит, и на своих костылях пишет, то, грубо говоря, возможно, у них даже на каких-то конкретных страницах не подключен другие фреймворки, там, кроме реактов условного, и у них ничего не работает, им надо в этот костыль еще кучу всего встроить, чтобы это заработало. Короче говоря, опять же, у тебя сильно осложняется жизнь, и ты не можешь забыть, что называется. Ну, то есть, в итоге нам господин Снук советует зажимать своих разработчиков? Ну да, он прям советует всех держать в рукавицах, в ежевых, будем говорить, и заставлять работать по внутренним стайл-гайдам, и как-то даже вот автоматизировать процесс заставления. Отлично, отлично. Мне нравится. Хотя, как бы, грубо говоря, это про разработку тема получилась, но она вот в блоке дизайн, потому что я думал, что она про дизайн, но уже ничего не стал переставлять. Ну, кстати говоря, из-за этого разработка чуть-чуть похудела в этот раз. То есть, тут от перестановки мест слагаемых сумма не изменилась. У нас было три темы из разработки, и одна из них просто в дизайне оказалась. Теперь переходим к настоящему дизайну. И ресурс нас... Наш называется дизайн-шек. Нашень. Так вот, и статья 5 подсказочек, как дизайнить персонализацию. Хорошо. Я женский голос сейчас попытался... Персонализация. А чё сердечко здесь такое? Это типа персонал. Это что вот прям тебе вот сердечком твоим нравится. Понятно, понял. Так, Кэрри Казинс, между прочим, поэтому женским голосом. Ну, естественно. То есть, не то, что я просто добавился. У нас там будет одна тема про это как раз. Кстати, Windows'ы касаются. Ну, неважно. Или нет. Я правильно понял? Да, ну вот. Вообще, здесь сердечко не о том. Это notification. Здесь она говорит о том, что notification очень сильно персонализирует приложение вашей сайты. Поэтому... Хотя хрен его знает. Тут, знаешь, всё может быть. Так вот, эпиграф у него такой. Вам же вот очень нравится, когда ваш онлайн-магазин любимый использует всякие, типа, предложения. А вот вы, скорее всего, хотите купить это. А покупатели, которые купили вот тот-то там, ту-то, ту-то форму школьницы, ещё покупали там другие вещи. К плётку. Скорее всего, да. И вот она, говорит, пишет, что я люблю. А она любит форму школьницы? Скорее всего, да. И покупать сопутствующие товары тоже по скидкам на Амазоне. Но вообще нет. Она говорит, я люблю, когда индивидуализирован, так скажем. Дизайн, вот честно, скажу от себя, я терпеть не могу. Мне сразу кажется, что все про меня всё знают. Я вот не хочу, чтобы про меня знали. Подожди, я тогда не понял, в чём суть. То есть, в том, что когда тебе много советуют, кажется уже, что слишком много про тебя накопилось информации, ты уже не анонимный чувак, нифига. Ну, это моя позиция, так сказать. Ну, я понял. А ей нравится. Ей нравится. Ей наоборот прикольно, что она практически за неё уже всё решает. Ей только кнопку купить остаётся нажать, и всё. Ну, знаешь, я вот как-то насчёт больших сайтов я не переживаю уже. А вот если на каком-нибудь странном непонятном ресурсе про меня всё знают, это уже плохо. Особенно, если ты это захочешь. Вы, кстати, на Амазоне вот это смотрели, поэтому у нас купите-ка вот это. Да-да-да. Ну да, это, конечно, уже к вопросу о Tor-браузерах и расширениях NoScript, но неважно. Она здесь нам рассказывает, что же делает ваш сайт персональным. Сразу же пример Facebook и дизайн-шек страницы. 51 тысяча лайков. У нас сколько? 300? У нас, ну не 300, 500, 20. Ну, идём правильной дорогой, в принципе. Ну да. Так что да. И она говорит о том, что вот персонализация это те элементы, которые делают ваш сайт кажущимся таким, что он прям именно для вас сделан. Мы, кстати, с тобой много раз здесь обсуждали такие UX-темы, что это ближе к дизайну для миллениумов, потому что они типа эгоистичные, они любят, когда всё для них и про них. Угу, было такое. Вот. Но я, видимо, не из миллениумов, а всё-таки из поколения Y. С 90-х? Ну, практически, да. Мы сидим здесь в золотых цепях, на самом деле. Вы-то не видите. И в малиновых пиджаках, и Мерседес у нас под окнами. Нормальная тема, да. И она говорит, вот на самом деле, пример первый там Facebook, Amazon. И говорит, большинство собирают и через Google аналитику в том числе. Угу. И вот ссылочка, перелинковка такая внезапная, я только сейчас заметил, с Web Designer Depot. Да. Посмотрите, говорит, вот в Web Designer Depot говорили, у нас был целый список про персонализацию, я сейчас посмотрю. Она на Web Designer Depot тоже просто пишет? Да, там тоже её статья. То есть она все яйца, так скажем, в разных корзинах держит, если говорить метафорами продолжать. И там, и там пишет, перелинковывает. Ну, молодец, нормально. Угу. Я правда не знаю, ей платят просто как обычным контент чувакам, 300-400 баксов за пост или ей ещё за просмотр приплачивают. Я думал, ты скажешь, я правда не знаю, ей платят вообще? Нет, я уверен, что ей платят, потому что она уже как машина. У неё вот эта аватарка уже лет 10 на всех сайтах. Там уже мужик бородатый просто с другой стороны. Да, возможно, да. Она уже, это просто бренд, Керри Казинс. Она уже скоро будет фитнес-питание выпускать. От Керри Казинс. Ну, так вот, если говорить продолжать про список вещей, которые делают персонализированно. Нам, кстати, в комментариях писали про количество воды на единицу времени. Вот мы его увеличиваем стремительно, я так чувствую. Главное, чтобы эта вода не солёная была, а какая-нибудь пресная хотя бы. Ну, неважно. Первое, это поиск и ключевые слова. То есть, видимо, из гугла берут поиск, вы уже искали это там и так далее. Ну, очень часто же гугл реклама работает именно потому, что ты в гугл поиски вводил. Хотя и потому, какие ты сайты посещал, но и тогда. Кстати, опять же, я не могу без лирических отступлений. Недавно все шутили, что и гугл реклама появилась Якубович умер. Я не знаю, ты видел, или я? Я не видел. И я, ну, прям реально, вот нас в чатике кидали такие скрины, и я потом что-то на ютюбе сижу, и у меня на ютюбе тоже Якубович умер, страна потеряла гениального человека. Я не переходил по ссылке, но я не знаю, что я такое писал, что мне тоже это появилось. А может, он реально умер, а мы сейчас ружем. Ну, что ты так сразу-то? Ну ладно, окей. Ты можешь сейчас закупить. Я сейчас закуплю пока. Возможно, ты на эти шутки попадешь, возможно, поймешь мем, откуда этот родился. Так. Так вот, еще можно отследить тип девайса, интерфейс, ну, само собой. Клики по рекламе можно отследить. То есть для рекламных и других следующих баннеров посмотреть, по каким ты уже кликал. Referring Source с какого-то источника пришел. Если ты перешел с Амазона на веб-дизайнера, типа, то в Google рекламе может быть амазоновский блог, типа, а вы, кстати, на Амазоне смотрели, опять же. Угу. К слову о тех сайтах, которых ты боишься, которые, да. Байн хистери, понятное дело, сразу можно там в том же айфрейме подгрузить и там, вы покупали очки Ray-Ban, вот вам эти. Вот он прокладки. Да, скорее всего. Location. Это, само собой, да. Без базара. Геолокация смотрится теперь еще на раз. Я буду надеяться, что хотя бы с разрешения. Ну, точная локация, точная разрешение. Айпишник-то всегда можно пробить. И так с точностью до. Ну да. До блог, до района, узнать, где ты находишься. Как часто посещается сайт? Время дня и ночи? Кликовые паттерны и история навигации? Ну, видимо. Ну, видимо, можно смотреть на сайте, вот записывать конкретный стейт посещений одного чувака, на каких страницах этого конкретного сайта он больше бывал, чтобы ему что-то подсовывать, исходя из этого. Это, конечно, уже искусственный интеллект какой-то. Я считаю, это уже перебор, во-первых. Ну, может быть, Амазон так и делает. Кто знает, как они свои рекомендации отслеживают. Может быть. Ты хоть перебор не перебор, а вот без ноутскрипта на Амазон зайди и будут Blu-ray и Game of Thrones советовать. Нам пишут, опять же, в комментариях, что вы имеете против Game of Thrones. Да ничего, просто как бы... Да мы на тронах сами сидим. Да вот именно, из мечей металлические такие. Из членов еще. Да, да. Потому что, ну, жара еще, отопление не выключено, надо охлаждаться чем-то. Ну, так вот, демографика. Ну, ладно, это все понятно. Мы так долго список смотрели того, что можно отслеживать, что прям даже пять теперь пунктов, да? Да, пять. Первый, довольно очевидный. Как персоналифицировать сайт для юзера? Позволить ему создавать профиль? Да ладно? И как следствие, хранить там до хрена инфы, заполнить и то, там, и так далее. Мне вот здесь... Религия. Спотифай, я так понимаю, показан. Видимо. Потому что кислотный зеленый, подписочка под... Плюс музыка. Да, плюс музыка. То есть, все сходится. Правда, говно какое-то неизвестно. Я вот никого из исполнителей, честно скажу, не знаю вообще. Да. Ну, видимо, это... Возможно, это раздел инди. Это для Кири Казин с рекомендацией. Потому что, видишь, топ рекомендающий for you. Ага, не сковор. Да, и, видимо, она какую-то ересь слушает. Хотя вот Мишкэт, там у них вот текст, как будто это панкота какая-то сейчас будет. Или даже не панкота, а, я не знаю, металлкор. Так. Ну, ладно. Много воды, я напомню. Да, много воды. Ну, и она, кстати, да, напишет один из лучших примеров, это спотифай. Ну, без базара. Мне Last.FM сразу вспоминается. Но это потому что я из поколения Y, а не миллениумов. У нас в Мерседесах Last.FM все еще скромит. Скромит. И нормально. И там бутылочка нормально идет. Да. Недавно был вирусный ролик. В садике бутылку поют. Причем с одним из солистов бутылки дети поют. Охренеть, я не видел опять же. Да, да. Мне в чатике кидали. Ну, вот это Discover Page. Ну, вы поняли. Про Tech Personal Information. Здесь скрин типа с Амазона. Amazon.com. Ну, вот если я перейду на Амазон, у меня почему-то с другой стороны Hello, Александр. Нигде у нее High Carry слева. Она может быть на Beta Amazon или New Amazon.com сидит. А, черт, дерьмо, здесь слева. Динхай Александр еще слева, снизу. У меня два раза со мной здороваются. Просто как будто у нее... Customers since 2011, прошу, чтобы ты понимал. Нифига себе. У меня здесь как раз очки Ray-Ban и хроники Warcraft. Все знает, я не могу. Персонализированный дизайн. А у нее наушнички и всякий бред просто какой-то шарфы. Ну да. Ну, здесь опять же, из тех пунктов, которые мы говорили, buying history, я думаю, здесь прям по нему ловится. Enable geolocation. Если вы включите геолокацию, то вам сразу будут погоду показывать. Новости именно у вас и так далее. На weather.com она нам показывает. А что weather.com, если я сейчас ничего не разрешу, он мне скажет, что вы из Хилюабинск? Давай попробуем, я вместе с тобой, у нас много воды просто, поэтому... Я захожу, абсолютно не говорю, ничего не разрешаю. Я у Washington DC, у меня 81 по Фаренгейту, маслил... Клауди? Да, у меня тоже. Я сейчас жму разрешить. Как он, интересно, подхватит? Сейчас у тебя будет Омск какой-нибудь. Он, скорее всего... Он не знает, что такое Хилюабинск. Нет никакой перезагрузки в прямом эфире. Я сделаю просто... Перезаведу... Градский Russia. Вот так вот. Сам Градский? Градский это хорошо, конечно. Я понимаю, что у нас здесь Градский прииск недалеко, но это страшно, потому что это кладбище. Хорошо. Ладно, уходим отсюда. Я прям даже... Не люблю я это запускать, все эти разрешать. Сейчас вдруг у меня на других доменах тоже, блин, я потерял тему, на которой мы находим, Саша. У меня руки затряслись. Так что, ну, понятно, что, кроме этого, оно может подсказывать там новости именно в нашем, так скажем, регионе. Че у нас завтра будет происходить и так далее. Think Seasonly. Здесь она нам показывает, опять же, Hello, Carrie у нее. Здесь Banana Republic и Черный Мальчик нарисован. Это какой-то магазин именно всей одежды, потому что здесь и Gap, и Old Navy. Да. А ну, собственно, Banana Republic, видимо, оно и есть. Ну да. И четыре бренда, одна легкая касса. Напишите в комментариях, кто еще ходит без ремня. О, да. Я причем помню в журнале Максим мужском был список мужских западло, и вот одно из мужских западло без ремня ходить. Не, я как бы тоже без ремня, но зачем заправлять в... То есть, ладно, как бы... Ну, ниггер, что ты с него возьмешь? Так вот, Think Seasonly. Нужно относительно сезона. Причем, возможно, надо смотреть, ты из Австралии заходишь или из Антарктиды, чтобы как бы сезон подстраивать. Потому что в Антарктиде такой ниггер более аутентично будет смотреться. И даже, не важно, ремень у нее это все равно поддует куда-нибудь, я думаю. Он еще с коротким рукавчиком, как будто он в детский садик идет. Make It About Me, пятое, и здесь Hulu, ну, это видеосервис, здесь вообще без базара. Вы смотрите такой-то сериал, и вышел All New Episodes Shades of Blue. Это сам сериал, двенадцатый, вышла новая серия, ты зашел, тебе на главный говорит, блин, чувак, вышла новая серия. У нее там тоже Керри. То есть, она везде не стесняется показывать, какими сервисами она пользуется. Хотя я напоминаю, это уже бородатый мужик, возможно. Можно у нее там подсматривать, что она смотрит на хулу. Shades of Blue, практически 50 оттенков серого, только оттенки голубого. В общем, вот такой вывод. А что вы вообще думаете про персонализацию? Нравится вам это или нет? Вот мы ей, кстати, отвечаем, хоть и вербально. У нее там комментариев, кстати, нет на сайте, почему-то. Нам тут на ютюбе комментарии аж пишут. Непонятно, какого хрена, но да. Отлично, отличная тема. Да, сильно мы на ней задержали. Здесь следующее, правда, еще лучше. Тема скретив маркета, автор Маршал Тейлор. И 12 странных веб-дизайновых проблем, как их починить, как их пофиксить. Проблем в смысле дизайнеров? В смысле проблем в дизайне сайтов. Проблемы дизайнеров такие же, как у всех. Кто болит? Там боли, рези, женой проблемы. Покакать, ну да. В общем, веб-дизайнер суперсильно эволюционировал. И, к сожалению, вместе с этой эволюцией пришло большое количество неэффективных разных практик, которые... Вот вчера они были актуальны, а сегодня уже нет. Постоянно все развивается. И нам надо как бы эволюционировать вместе с веб-сайтами, как бы говорит нам Маршал Тейлор. Я уже сразу забегая вперед, вижу, что здесь очень круто написано The Problem is the Fix. То есть можно сразу и проблему видеть, и решение. Да, а после этого еще и один из товаров на Creative Market, который поможет нам Fix. То есть они здесь все четко сделаны, но несмотря на это, мне все равно нравится их тема. Контент. Да, их контент, это круто. Так вот первая проблема. Куда же я смотрю? На вашем сайте нет структуры контента. Скорее всего, это может быть результатом плохого планирования или молниеносным диплойментом. То есть вчера придумали, сегодня сделали и нихрена не задумались. А может быть просто контента стало так много, что вы изначально, когда структуру продумывали, не закладывали такой, так скажем, запас прочности, вам надо перепродумать меню и так далее. И самое тупое, что фикс у них просто придумайте иерархию для контента и так далее. Реализовывайте. Да, нужно, как в футболе, перед, между таймами. Как вы считаете, что не получилось? Ну не получилось реализовать моменты, надо забить, надо лучше стандарты как бы разыграть. Будем больше в нападении играть. Да, ну как бы наш противник играет свою игру. Нам тоже, ну тренер скорее всего скажет, нам надо играть свою игру просто, забивать, не пропускать. Ну вот этот набор клише. Причем это обязательно запасной игрок какой-нибудь должен отвечать. Аршавин. Да, то есть Аршавин, он свою игру на скамейке играет, закутавшись вот это, знаешь, как они обычно сидят. Ну вот да. В жилетах гаишников. Так вот, и я считаю, здесь надо еще добавить, например, хлебные крошки. Ну я уже от себя как бы тоже, я не эксперт скорее этих маркетов, мне нечего предложить как товар для решения проблем. Но вот хлебные крошки, чтобы показать где вы. И в хлебных крошках же иерархия показывается. То есть в какой там рубрике или где-то это находится. То есть ну кроме того, что ну другие навигационные темы тоже улучшить. То есть вот думали вы сначала, что у вас будет просто портфолио там. И в нем будет просто грядом все штуки. Ну проекты, я имею в виду штуки, как мы дизайнеры их называем. У тебя как последняя твоя штука поживает? Да не платят там, знаешь. Так вот. И а потом вдруг у вас этих штук получилось 30. И вам надо как-то их классифицировать. Классифицировать и ты хопа придумал классификацию, там таксономию, какую-нибудь теги. Ну да, ну не теги, а здесь вон брендинг, айдентика, фотошоп, дизайн, бенкинг. Не знаю, как вот найдите лишнее. Мне как-то здесь хочется сразу в детскую игру сыграть. Бенкинг здесь лишнее. Но не важно. То есть вот такую навигацию по классификациям тоже добавить, это как раз решение подобной проблемы. Вторая проблема. Стоп, а как мне туда попасть? И, грубо говоря, опять же, ссылочная масса, типа корявая, вы не можете юзера проводить от одной страницы к другой, и у вас падают просмотры из-за этого. Ну и здесь фикс. Не изобретайте колесо. Есть причина, по которой дорожные знаки, типа, вот настолько стандартизированы там во всем мире, потому что они понятны. И здесь они иконки рекламируют. Вы иконками, там, стрелочку туда, стрелочку обратно, восклицательный знак, неровная дорога на сайте у вас, там, лежачий полицейский. Отлично. Лежачий полицейский, ты знаешь, что? Это когда по всей ширине форма подписаться на рассылку. Да. Ты оп такой лежачий полицейский, тебе прямо сложно через него перелезть, не оставить этот имейл. Вот прямо оно. Причем, знаешь, а камнипад это поп-ап, модальные окна. Можно, в принципе, как-то такой сделать фреймворк небольшой, Bootstrap Road какой-нибудь, добавить иконки. Третье. Кстати, здесь вот и про камнипад сразу. Третье. А вы уверены, что вам нужен Splash Page? Ты знаешь, в которой ты заходишь, и тебе... Всплываю еще. Иногда даже просто на твоем первом посещении, где-нибудь в Куках или в Local Storage. Блин, закажите World of Warcraft для него. Да, 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 да. И там есть продолжить дальше на сайт, там, вот такое. И они здесь показывают, что, возможно, не всем сайтам нужна Splash Page. Если ты в World of Warcraft, то, скорее всего, конечно, нужно. Они там что-то поняли. Я думаю, их такая аналитика, что... Да. Да. Только с этой страницы все и покупают. Ну вот у них здесь фикс такой, а просто не делайте вообще такую. Не делайте Splash Page, и все нормально у вас будет. Ну, хрен его знает. Кому надо, тот знает, что ему надо. Я думаю так. Четвертая проблема. На вашем дизайне слишком много автоплеев. Ты четвертая проблема? Ну, то есть заходишь у тебя сразу... Да. Stop hijacking my experience. А-а, что такое hijacking? Перехватывать. Вау. Ну, ты... А, типа, понятно. Ну, ты зашел, я еще не включил, как бы, play, а у тебя видос уже пошел. Угу. Ты как-то на меня так недоуменно смотришь, мне хочется прям посмотреть, как переводится hijacking. Ну, понял. Блин, ты просто не представляешь, что на ютюбе... Умер Мику Борис все-таки? Нет, у меня... Почему-то... Блин, я не могу... Ладно, я в русском писал по-английски, и мне всплывающие пытались сказать, что я не то пишу вообще. Отлично. Как-то круто. Hijacking, угон самолета, налет... Ну, перехват, короче, бандитизм, воздушная операция. Круто, круто, hijacking. Так вот, фикс, не включайте вообще автоплей. То есть, очень, кстати, долго по интернетам ходит такая картинка, там выписка из книги, что там практически... Ну, и там просто, знаешь, такие тупые шутки, типа, атрибут автоплея для тех, кто его использует, отдельный котел в аду, и это прям в книге напечатано. Да-да-да. Все прям может... Так вот, просто не используйте автоплей, кроме там вариантов, когда у вас видео-бэкграунд на Parallax сайты. Ну, слушай, автоплей в каком моменте может пригодиться? А давай, допустим, автоплей без звука, и такой в хедере, знаешь, видео-хедер? Вот, вот это единственный, да, как раз видео-бэкграунд это имеет... Это единственный момент, когда Маршал Тейлор допускает использование. Молодец. Потому что, когда ты просто заходишь, у тебя реклама сразу вовсю включается, еще у нее громкость сильная. Танки там, че они будут, 18+. Да-да, опять же, да. Modern Warfare, это правда Call of Duty, ну ладно. Танки. Пятая проблема, что же это значит? Иконки и картинки на сайте не консистенции. То есть, сначала у тебя лупа это зум, а потом лупа у тебя это поиск. Юзер конфьюзится и не понимает, какого хрена. Где поиск, а где лупа. Согласен абсолютно, это тупо. А тут, да, как бы фикс стандартный. Делайте нормально просто и все. Шестое. Я с телефона, ваш сайт тоже должен быть телефонный. Я с телефона, алло. Да, вот. Так. То есть, фикс это сделать хороший и responsive веб-сайт, который не обязательно должен, как нам Джонатан Снук в одной из своих статей про идеальный и адаптивный дизайн, говорил, не обязательно должен полностью повторять experience вашего десктопного сайта, но хотя бы выглядеть примерно так же, чтобы юзер, попав на него с мобилы, понимал, а, ну я это на том же сайте, просто я с мобилы и так далее. Седьмой, ваш сайт меня ослепил. Ну, тут просто про цвета. Типа, цвета на вашем сайте ни хрена не означают или вообще застряли в эпохе Saved by the Bell. Я загуглил Saved by the Bell. Это шоу такое на HBS, или NBC практически. Видимо, очень старое. Да, конца 90-х. Началось в 89-м, закончилось в 93-м. Ну, и у них довольно-таки кислотные, типа цвета, красно-синий, как в комиксах, как у Кинетон. Да-да-да. Вот. И типа, вот, я не могу, такая одежда, просто круто. До сих пор люди, некоторые так ходят. Я так понимаю, как в сериале Друзья примерно. Ну, примерно, да, Друзья-Друзья. Примерно так, только в Друзьях уже более элегантно. Ну, здесь просто говорят, как мы в теме с Джонатом Снуком, сделайте, чтобы у вас 5 брендовых цветов и не отходите от них, и сделайте их нормальными в соответствии с цветовой теорией. Нам здесь сразу иконочки рекламируют. Ну, у них полная конверсия на покупки на Creative Market. И сразу можно запинтерстить. Да. Восьмое. Когда же это закончится? Ну, очень длинные сайты. Здесь, понятное дело, если у вас сайт длинный, скорее всего, надо на странице разделить. Так еще и проблема, что infinite-скроллинг. То есть, вообще непонятно, чего там. Вообще, это просто досвидос. Я прям не люблю такое, опять же, вот. Пишите в комментариях, любите ли вы infinite-скролл. Мне иногда, у меня все еще старый дизайн ВК, мне иногда хочется в футере нажать на дуров. А я не могу, потому что я скроллю, и у меня заново подгружается. И как нажать на дурова, не знаю. Надо зайти в какой-нибудь раздел настройки, в котором нет скролл. А, ну да, согласен, согласен. Ну, ты какой-то крутой. А я на дурова часто нажимаю. Понятно. У тебя есть свой, этот, собственный способ попасть к дурову. Девятый. Я уже... Девятая проблема. Я уже забыл, что мы перечисляем. На главной у вас все круто, а на всех остальных страницах говно. Фикс обычный. Делайте консистенси, опять же, чтобы у вас был примерно один хедер, один футер, и только контент менялся. Ну, понятно, что какие-то лей-аут изменения должны быть, то есть там по ширине гриды, не гриды, это все понятно, сайдбары, но, в принципе, все выглядеть должно примерно одинаково, чтобы, опять же, не конфьюзить юзера. Все правильно. Конфьюзить юзера, как это звучит. Десятый. Прекратите на меня кричать. Йеллин. Йеллин, вопить, я бы даже сказал. Ну, здесь о том, что просто там куча кричащих баннеров, кнопки, там, как Link Cars, помнишь? Линг. Да. Чувак, который в Лондоне машину продает, азиат, там, супер, все банны, все мелькает, там, купи тут, купи там, и столько call to action, что непонятно, на какой нажать. Одиннадцатое. So many questions. Так много вопросов. И это говорит о том, что в контактной форме очень много полей. Ну, да. Ну, мы об этом неоднократно здесь в рубрике UX говорили, что минимум полей оставляйте, вам важно получить фидбэк, а не задрочить вашего юзера. Двенадцатая проблема. А вы что, вы меня ищите? I'm looking for you. И ваш сайт, скорее всего, не отражает тот контент, который ваш... Короче, когда вы знаете вашу аудиторию, что у вас колота, вы должны делать там, ха-ха, привет, придурки, там, вот такие обращения. Танки 18+. Или такое. А если у вас солидные дядьки, то там, вы в галстучке должны... Танки 18, согласен. Примерно об одном. С танками никогда не прогадаете, причем на автоплее. Ну, надо просто знать свою аудиторию и дизайнить непосредственно под них. Отлично, отлично. Просто суперполезные статьи, я считаю. Прям круто. А следующее у тебя просто, блин, я не могу. Это... У меня аж при работе с веб-страницей произошел сбой. Оттого, как круто. Я вижу, наши слушатели и зрители, которые смотрят теорию большого взрыва, должны сейчас поржать, потому что это прям оно. Да, мы прям по Шелдону. Про флаги вас решили... Просветить. Просветить, да. Хотел сказать прокачать, но как-то это... Прокачать. Flagstore.co. Отлично, я зашел, и там у меня сразу какая-то гифка или что это, или это свечи-анимация, которая... Давай посмотрим. Не знаю, я не пробовал посмотреть. Давай, у нас интерактивный подкаст. И кроме этого, у нас еще интерактивный... Подлин, это гифка, я случайно перешел опять на этот же сайт. Я тебе объясню, почему это гифка, потому что это Tumblr. Там есть кнопки Tumblr сверху. То есть там есть сверху Message, Follow и Dashboard. Подожди, а они серые на сером, что ли? Почему я их не вижу? Может быть, у тебя не залогинено просто в Tumblr? Нет, не залогинено. А у меня-то залогинено. О, ну ты какой крутой. Ну ты согласен, похоже на Tumblr, потому что здесь, так скажем, листинг Flag Stories. И здесь инфографики по флагам. Реально. И здесь Project by Ferdiu. Такой есть чувак Ferdiu. И у него уже 19 инфографик накопилось. Охренеть. Я даже знаю, мы будем все рассматривать. Они все прекрасны. То есть обязательно и зрители посмотрите потом в описании ссылку. И слушатели зайдите потом в видео. Хотя бы те, о которых мы говорим, посмотреть здесь круто. Я просто вижу, что он сразу очень круто структурировал все флаги по частям, так скажем. Из каких элементов состоят флаги. Да, 19-е мы с конца смотрим истории. Это Dominating Flag Layouts. То есть шаблоны расположения элементов на флагах. Как... Ну короче, он структурировал все страны по тому, как расположены элементы. Слушай, я сейчас понимаю, что в принципе флаги, их же можно как сайты. То есть вот допустим флаги, у которых три полосы как в российском флаге. То есть может быть какой-то лендинг с тремя полосами. Горизонтальные, да. Да, и некоторые с вертикальными полосами. Ты хочешь сказать, во Франции лендинги надо делать с сайдбарами. И вдруг им больше понравится. И в Канаде, например. В Канаде там просто лист посреди сайдбарами. Да, согласен. Там надо канадский лист и сироп выдавать всем, кто на сайте заходит. Я боюсь представить, что нужно вот в арабских некоторых странах, где треугольничек слева. Там наискосок надо, что ли? Там надо, чтобы выходил off-canvas navigation. Возможно, у них заходит лучше всего. Но на самом деле, да. Более 53% всех флагов стран, они состоят из трех полосок горизонтальных. Ну, в некоторых есть какие-то дополнительные элементы. Типа там полумесяцев, звездочек, гербов каких-то. При том, что он именно три включает в основной список. Не две. То есть не Украину. Украина вон, в самом правом. Они именно из двух полос. Из двух полос. Чушь ты вспомнил-то про них, не знаю. Подожди, здесь есть еще какие-то чуваки, у которых просто красно-белый. Просто красный и белый. Это Польша. Ага. Одна Польша, а одна там типа Кот Дивуар. Ну, об этом тоже будет. Прикол, что есть флаги, которые поразительно похожи, и это смешно. Там просто, там где вот Украина, опять же, в том списке из двух полосок, есть один флаг, в котором не серп и молот, а серп и мачете какое-то. Я вижу, да. Это практически флаг ИГИЛ, запрещенной организацией. Серьезно? Ну нет, я шучу, как бы, я не знаю. Может, это Афганистан какой-нибудь? Сейчас хоть Дивуар какой-нибудь на тебя обиделся. Подожди, я просто быстренько Афганистан флаг посмотрим. Причем я АВ через В Афганистан написал. Возможно, Афганистан теперь тоже обидится. Потому что осен. Да, кстати, возможно, из-за того, что осен. Я почему-то у меня не грузится. А вот загрузилась. Нет. Нет, у них три полосы, как бы. Вертикальные, как у Франции. Так, ладно, переходим. Отлично, то есть, как бы, чувак нам прям постами много постов про флаги запостил. Прям реально крутых. У него, кстати, он не смотрел предыдущий наш подкаст, и у него серый слишком светлый. Да. Белый на сером дерьмово видно. Так что, Ферджио, если ты нас слушаешь, то это. Ферджио. 78 выпуск, посмотри. Да. Что касается цветов, самый доминирующий цвет белый. Потом идут оттенки красного. Ну, хотя нет, красного оттенка все-таки больше, чем белого. Оттенки красного, синего и белого. Потом на четвертом месте зеленый, желтый, черный, ну и там чуть-чуть оранжевого совсем. То есть, никто не использует цвета, которые вообще хрен используют? Ну, ты понимаешь, здесь, конечно, практически все цвета. Да, если так вот, ну какого тут нет? Я не знаю. Ну вот попробуй, ну знать, которого нет. Серого. Согласен, серого почти. А причем согласен, серого же нет во флагах вообще. Ну просто потому, что серый, он как бы блеклый. Но флаги это не круто. Это не очень празднично. Вот у тебя парад праздничный, у тебя серый флаг такой. Прям как будто да. Здесь, кстати, у него есть Patriotic Flag Colors. У него есть именно откуда он брал инфу по каждой из инфографик. Отлично. То есть, он в принципе какую-то матчасть изучал. Да, здесь есть цвета загруппированные по континентам. Красный и в Азии в Европе преобладают, потом белый и там голубой. В Азии зеленого больше, чем в Европе. Это и очевидно. В океане вообще синего до хрена. То есть, прям не случайно. На втором месте красный там и так далее. В Северной Америке тоже синий. Ну, в Северной Америке, она примерно как Европа, только синего все-таки больше, чем красного. Понятно. Синий это свежий, а белый это элегантный. Знаешь, что самое крутое? Что давай проскро... Что в Африке зеленого, я понял. Да, давай проскроем к посту, где он Similar Flags и где он их сравнивает. Именно. Че нужно rotate, ну че нужно копипастнуть. Это круто. Да, да. Румыния чат copy-paste. Это смешно. А как так? Я не понимаю. Как они вообще живут с этим? Ну, знаешь, я мог бы сказать, что чат был румынской колонией. Но румынская колония, это в принципе анекдот само по себе. Так же я мог бы сказать, что в Румынии же много цыган. Так. Много. Это просто цыгань. Ну, согласен, да. Но я политкоек искал много. Как русских у нас много. Да, у нас тоже русских. Так вот, они сперли просто у чада флаг. А думаешь, у чада были кони? Да, они угнали вместе с конями этот флаг. Согласен, да. Круто, круто. Кстати, я когда в Германии был, разговаривал с чуваком. И я когда про румынов ему сказал, он говорит, у нас, говорит, нет, у нас, говорит, то же самое про поляков, говорят. А-а-а. И, кстати, если посмотреть у поляков, они, похоже, у Индонезии умукнули. Чуть-чуть. Они перевернули хотя бы, они более умные. Ну, тут скорее, конечно, Индонезия, хотя хрен знает. Да, согласен. И Бахрейн, Катар, пружинка у них просто разного сжатости. Ну, у Катара прикольный цвет. Как у меня штаны сейчас на мне. Ну, может быть, да. Я бы сказал, они у тебя синее, чем здесь, но неважно. Может быть, да. Ладно, Сенегал и Камерун, ну, они там похожи. Они рядом находятся. Куба, Пуэрто-Рико, тоже согласен. На Ирландии Кот-Дивуар. То есть, Кот-Дивуар это тот самый, где единственный знаменитый футболист, который как его там, как его там. Ну, остров клыка и чего-то там, и бивня, и слоновой кости. Да. И просто вот... Ну, слушай, Ирландия тоже же практически остров. Ну, почти. Ну, охренеть. Давай, ну, в принципе, все практически остров. Австралия тоже практически остров. Да, и мне сейчас кажется, что мы прям как это. Команда КВН Курск, когда они нарисованы ухренами. Норвегия с Исландией, там викинги, пока плыли из Норвегии в Исландию, они забыли цвета, просто местами перестали. Ну, ладно, наш вроде. Просто еще сам флаг, он как будто в пензе нарисован, а не заливку сделали, знаешь. Пипетнули сначала из другого там. Ну, согласен. Сомали и микронезия, это смешно. Когда много пиратишь в микронезию, представляешь, как сервисы и микросервисы. Круто. В архитектуре ПО. Микронезия, это уже какое-то оскорбление для мужчин, я считаю. У тебя микронезия. Да, причем Чили и Техас. Вот Техас как бы уже отдельная страна у нас. Техас как страна. Срана практически. Италия и Мексика. Обидно должно быть для итальянцев. У них Милан, дом высокой моды, очки Рей-Бен. А в Мексике только тако и буррито. Ну, кстати, да. И начос. Ну, в общем, да, это прикольно. Про пропорции не так интересно. How old a national flag? Здесь прикольно. Самый старый флаг, который до сих пор работает, это Дания. Если это Дания, конечно, сейчас загуглю. Погоди, погоди, погоди. Тут есть лента, тайм-лента, так скажем. И здесь действительно самый первый флаг, он еще в 1300 каком-то 70-м, видимо, году. Или в 1380-м, около того. И он действительно самый первый, то есть охренеть можно. Я-то думал, тебя с моей Британии, даже в 1800-м, они даже не могли придумать, а эти сразу придумали в флаг себе. Слушай, а это... Подожди, Дания. Дания... Это случайно не какие-нибудь викинги, опять же, придумали себе флаги. Типа, почему бы и нет, да. То есть они там на счетах себя рисовали и завоевывали? Я просто сейчас загуглил, Дания у них немного не такой. Поэтому мы сейчас можем далеко эту тему развивать. Ну, он вроде похож, но что-то, по-моему, и не он. Как понять, я не знаю. Но у него есть ссылка на Википедию, в котором именно на статью про эту. Но он почему-то, блин, на ней не дает ссылку, ну, нормально. То есть мне что, с инфографики списывать по символьной, что ли? Да не, не, ну это Дания, ну хорош. Ну, похоже, похоже. Если так, то да, викинги. А дальше вот это вот, вот эти пацаны из Синии. А, похоже на Нидерланды. Ну, давай попробуем. Ну, слушай, да. То есть все вот эти вот Северная Европа. Ну, Полин, по-моему, Нидерланды. Красный, белый, синий. И там... Да, да, да. По-моему, смотри, я знаю, что-то еще могу. Ну, кстати, у Штатов достаточно новенький флаг, потому что и страна, собственно, новая. Так, понимаешь, почему? Потому что дохрена он менялся. Здесь будет сейчас про Штаты. Ты, кстати, вот ты-то, Никита, и не знал, выражаясь нашими типовыми фразами. Черт, дерьмо. Да, континентальные флаги существуют. То есть ты имеешь в виду у Евразии? Не у Евразии, у Азии и Европы отдельно. Так, к счастью или к сожалению, я не знаю, но вот как факт. У Африки и Южной Америки звездочка посередине. Что бы она ни изначало, я понятия не имею, но вот да. Ну? В океане, ну там понятно. Просто у Европы это нахрен флаг вообще Голландии. Ну, Нидерландов, согласен. Они самопровозгласили себя Европой. Нет, во времена, конечно, Карибского, не того Карибского кризиса, о котором мы подумали, а Карибских войн, так скажем, Ост-Индская торговая компания, Голландия прям на коне была. Ну да. То есть в принципе они имеют право немножечко это, так скажем, ну... Ну, допустим, но я как-то с Азией не очень согласен, что... А мы-то куда? Мы-то кто? Мы голландцы все-таки? Мы Европа. Да, потому что я как-то себя не очень ассоциирую с флагом, где Азия. Ну да, да. Мне только средняя полоса нравится. Здесь даже зеленый цвет, который вообще у нас в флаге. Я понимаю, что красный и белый у нас есть. Ну да, но у нас... У нас другой, какой-то красный. Я хочу прям знать. Ну там на самом деле показано, из чего это складывается. Складывается, то есть сколько... Какие лейауты в большинстве, где сколько звезд там. Ну, короче, он это... Ах ты, ё-моё, это его флаги выдуманные. А, всё, если... Пардон. То есть смотри, там видишь запчасти снизу. И он пока каких запчастей больше, тупо. Такие он, так скажем, и использует. Отлично. Мы сейчас, представляешь, у нас все люди, они... Или кинулись... Смотреть? Чёрт, я не готов сказать. Оно вроде и... Флаг вот мира, World. Я вижу, я вижу какой он. Он какой-то американский достаточно. И голландский опять же. Потому что красный, белый и синий. Да. Ну, неважно. Я хотел одну последнюю рассмотреть инфографику. World History in Flags. Так, отлично, давай. Там, где свастика. Свастон. Ну, подожди, Свастон. Это запрещено все в России. Вы нас не закрываете, пожалуйста. Да, у Германии их как-то покидало. Не, ну, все бывает, как бы. В 1933-м они на Польшу нацелились. Хотя, судя по всему, они еще в 1867-м на нее нацелились. Меня больше смущает не это, а смущает французский флаг, когда они меняли на какие-то точечки. Это лилии. А-а. Это желтые лилии на белом фоне. А-а. А что они... Во времена как раз карибского того самого кризиса у них такой был, и у них на кораблях такой был. Потому что они с 94-го вроде бы со своего флага перескочили обратно на лилии. Они эти больше, они еще меняли местами. Меняли местами. То есть сейчас я вернусь на тот момент, где... А там знаешь, как было? А ты зеркально оберни. Они обернули, и нормально. Это в фотошопе. Там правки им прислали, правки 15. Да. И там, давай попробуем поиграть с цветами. Потом через 4 дня назад. Мне нравится у Мали... Мали. Человечек нарисованный. Они трансформировались от Франции к... Не пойми кому. К Мали. К Африке. Ну да, к Африке. Палау, я даже не знаю, что такое. Ну а здесь есть Америка. И там как раз ответ... Ну видимо они были их... Это и наверное... Колонии? Кто, Палау? Да. Или они Америкой прям были? А что такое Палау вообще? Я не знаю. Ну давай загуглим. Мы сейчас примерно как американцы. Это где у вас Россия? Где? Республика Палау. Островное государство, ассоциированное с США в филипинском... О, ассоциированное... Это так, да, называется теперь? Короче, вздрючили их в какой-то момент. Ну понятно. Ну собственно вот можно в конце рассмотреть... Асмотреть Денмарк. 1536-й? У них президент даже есть. Томас Ременгисау. Подожди, сейчас я на Денмарк вернусь. Просто понимаешь, в чем суть? Я последнее хочу заметить, что Денмарк, у него здесь написано 1536-й, а в его прошлом графике она намного раньше появилась. Флаг. Да, и в Википедии 1203-й какой-то написан. То есть у него тут какой-то неконсистенции, хотя Source в Википедии. Вот можно посмотреть, как ЮСэй менялся, и он, собственно, из британского флага. Я тебя порву на британский флаг, знаменитая. Превратился вот в такую хренотень. У него там врывалось чуть-чуть Туниса в какой-то момент. У него даже еще 861-го. У него даже Евросоюзов вырывалось немножко. Если заметишь, вот это кольцо из звезд. Ах ты, действительно, как-то уже тогда предки Меркель какие-то там это, чуть-чуть под это, подлоббировали это и такую тему. 1960-й, это, я так понимаю, Гавайи, когда присоединились в 50-й штат. Возможно. А может и Аляска, хрен его знаю. Чего они там когда захватывают. Ну ладно, вообще здесь есть еще несколько таких инфографик. Посмотрите, прям верх любопытства у меня вызвало. Вот есть любопытство, вот самый верх его вызвало. А само любопытство так, не очень. Ладно, давай, Никит, теперь твои темы. Короче, темы из раздела светские новости. Первая из них это мостик из дизайна. Продолжаем обсуждать МОДЗИ. Люди не понимают МОДЗИ. У нас в слайке. Так. Итак, здесь статья с GeekTimes.ru. На нас смотрит мужик в очках. Вячеслав Голованов, который пишет все статьи. Возможно, это бот просто GeekTimes. Его должны, так сказать, заблокировать в Телеграме. Статья называется теперь официально. Люди плохо понимают значения используемых ими МОДЗИ. Ну и статья здесь о том, что некие ученые Миннесотского университета провели исследование. И однозначно установили, что вот люди нихрена неправильно понимают МОДЗИ. То есть некоторые люди понимают так, некоторые по-другому. Соответственно, они даже посчитали некие коэффициенты, с которыми люди понимают неправильно. МОДЗИ. Здесь еще ученые, возможно, а возможно, сам автор студии, я так и не понял, кто-то из них быдлит. Говорит, что вот вообще МОДЗИ, они были придуманы японцами в конце 90-х. Так. И как бы просто для облегчения, типа, общения, якобы. Но чуваки считают, что это уход в древнюю эпоху. Еще к египтянам. На скальной живописи. На скальной живописи, серьезно. То есть мы как бы упрощаем тем самым наше письмо. И пытаемся уже все символы, эмоциями все описать. Картинками. Ну, как тебе сказать. На некоторых, кто много сидит там в чате, как посмотришь, они в натуре как первобытные люди. Им только повязку на бедрину осталось раздать. И флаг сменить на какой-нибудь там зеленый, опять же, как Палау. Или кто там, не помню уже все. Ну, вот. Вообще, в принципе, эмоции, понятно, что наборы растут. И куча всяких наборов. Каждый, мы еще поговорим, Брэта, что каждый чувак, каждая компания хочет нарисовать свои эмоции, чтобы у них были в своей платформе свои эмоции. И хотя уже 172 самых различных символов изначально были, сейчас все больше и больше растет количество различных эмоции. И здесь вот написано, насколько различаются ощущения людей по правильности и неправильности восприятия эмоции, так скажем. То есть, как они для себя истолковывают эмоции. Вопросы, в частности, нужно было описывать эмоции по шкале от минус 5 строго негативное до 5 строго позитивное. Так. Ну и вот, и, короче, большинство строго негативные, на самом деле. Но не строго негативные, а именно негативные. Нет, здесь мы сейчас рассматриваем именно вот этот вот Эмоции, Аскала, так сказать. А, Эмоции, Аскала. Ну, Эмоции, Аскала, кстати, многие пытаются как-то использовать. Так я тебе больше скажу, я вот лично сам не понимал, что... Я думал, это дерьмо. У меня негативное. А это на самом деле... Причем, я бы именно минус 3 негативное. А на самом деле это, типа, широкая улыбка. Причем есть такая широкая улыбка с глазами точечками А есть именно с глазами треугольничками И вот это вообще широкая улыбка И прям до свидос радость А я всегда думал это звериный именно оскал Слушай, а знаешь, что понял? Я понял, как их распознавать Надо, короче, представить себе японца, которые так улыбаются Ааа, ты думаешь? И как бы он типа улыбается Ну окей Короче говоря, многие люди подумали, что это хреновая эмоция А на самом деле это позитивная эмоция Далее Люди очень плохо, я так понимаю, распознают картиночку с плачущим эмоции С сильно плачущими, ручьями Ну, я так понимаю, кто-то все равно думает, что от смеха Кто-то думает от смеха, видимо Хотя для смеха есть другой, где просто две капельки из глаз Да Ну и все очень хорошо поняли насчет смайлика, который с сердечками в глазах Ну это естественно, потому что типа любовь Сердечко это международный смысл Фу, символ Я хотел еще другой с тобой обсудить Количество разных паков эмоции Как ты считаешь, хорошо это, что так много их разных? Или лучше бы какая-то унификация была? Я знаешь, что думаю? Я вот думаю, что окей То, что много разных паков, это прикольно Но хотелось бы, знаешь, унификацию именно по эмоциям иметь То есть я бы понимал, что да, это в другой платформе Но это значит то самое, что в той платформе То есть я должен как бы понимать, что улыбка, которая вот эта тупая Она в гугле, ты посмотри, какая раскидистая, роскошная Согласен В Microsoft она страшная Там глаза так расставлены, как будто это не японец, а просто какой-то, не знаю В Samsung достаточно анимешная Да Ну корейцы, что ты хочешь? У них еще у него во рту наш флаг, белый, синий, красный Ну мне что-то вот применилось Ну в общем, вот такая статья Можно дальше переходить, у нас про EmoZ еще будет Следующая статья Windows Only EmoZ как раз Ты успокоил меня, я прям думал, блин, блин Так неохота про EmoZ заканчивать, ты говоришь буду Это еще и я сразу обрадовался Да Короче говоря, Windows нарисовали свой пак EmoZ И они его выпустят, как я понимаю, или уже выпустили К десятилетию anniversary update Точнее к Windows 10 К десятилетию, что-то я уже Ну нет, это годовщина То есть, видимо, год Windows 10 Да И вот в этом апдейте Есть, вот сразу же, нам есть картиночка Некий пример Cat Ninja EmoZ Который нарисовали Microsoft Я так и не понял, что значит Segoe UI EmoZ То есть Segoe UI расширят именно Unicode-овую составляющую И EmoZ будет в рамках этого шрифта Потому что он является интерфейсным шрифтом в... В Microsoft Вообще, не за, да Вот, здесь для наших слушателей Здесь все EmoZ, они с очень таким толстым строк с вот этими вот... С обводочкой, да Да, то есть вообще охренеть просто можно Так нет, ты просто там один из катулик У него татуировочка рыбы Как фишбол он только вот А он типа крутой, он типа... Он типа качок такой прям, да Рэмбо, я бы даже сказал Но вообще прикольный, мне нравится, они нарисованы прикольно достаточно Хорошо, непонятно, что они значат Вот что значит космонавт, это справа, снизу Да, согласен А слева Годзилла То есть они просто японцев пугают или чё? И они все причем с повязками Ну это вообще ниндзя-кэт Да, ниндзя-кэт Ну вот, я так понимаю, это отдельный какой-то пак То есть, ну в смысле это тоже, да, EmoZ Но это просто отдельно от тех EmoZ, которые они еще дальше придумывают А мы дальше смотрим В принципе, этих ниндзя-кэтов можно постить с помощью котик плюс что-нибудь Я думаю, они даже не столько постить с помощью, сколько как будет отображаться в других системах Да Чтоб понимать Ну и собственно вот Котулька плюс человечек, катулька плюс байк И плюс дракончик даже есть Дракончик есть, да Так вот, дальше они пишут, что New Design, они нарисовали для Windows 10, опять же, EmoZ Я так понимаю, что Windows 10, потом оно обновится, и вот тебе будут EmoZ Я не знаю, у меня как бы, у меня не пиратская, но тем не менее У меня тоже не пиратская Ты посмотри, тут первая, как сейчас, Windows 10, вот там, где мне не нравится Где расставленные глаза И вот какой будет в Anniversary Update И, надо сказать, будет прикольно Фути не могут, ты посмотри, какие губки сейчас А посмотри, какая обезьяна без обводки Там вообще нихрена не понять, просто худшая Они решили добавить везде обводку То есть, раньше на животных они почему-то не делали Типа, они не люди, видимо Они и на смайликах не делают Посмотри, именно внешний обвод Ну, кстати, да, тут добавили Достаточно четко станет прикольно Пингвин выглядит прикольно Петух О, ну, петух, это главное Хотя, это курочка вообще-то А, извините, это курочка, да Это не сушка Дальше Дальше они нам предлагают посмотреть побольше На EmoZipedia.org slash people Побольше EmoZ, которые они придумали И можно перейти, в принципе, к небольшому паку Вот здесь есть картиночка зверей И всяких разных рыбок Тоже все с обводкой крутой Вообще, выглядит прикольно Ты бы сделал себе татуировку кабана, например? Я, не знаю, я бы пятак свиной один просто сделал Теперь нормально А смотри, как паук-то выглядит Подожди Лево, третий ряд Ух ты, блин, прям страшный Как иконка заклинания Какого-то вопт Да, да Вот Дальше Они, видимо, показывают Как они перерисовали Что более понятно было Чувака Какого-то Слипи-фейс Такой, спящий Он тоже со слюнями Такой О, да Вот Они еще говорят, что Блин, прикольно, что Yellow is the new grey Они переделали какой-то, видимо, цвет Дополнительно Добавили Серый И он у них тоже как основной пошел Нет, я так понимаю До этого у них был серый Хотя, хрен его знает Не знаю Потому что у них есть человечки серые какие-то Ну, в общем, вы поняли Серые человечки Но ты посмотри, что Достаточно похожи на Эпловский Особенно вот этот свадебный И вот Человек Который Маленький ребеночек Маленький ребеночек С соской Они похожи на iOS Да, да И девочка, которая с ножницами Ну, в принципе, вся вот этот пак девочек Он похож Он похож Дальше есть Дальше нам говорят, что Ну, конечно же Будут тонны кожи Ну, естественно Естественно Будет там 5 тоннов кожи различных Которые можно будет менять Даже фак ю будет Даже фак ю будет, да Здесь что-то пишут Про это пожимание плечами То, что, видимо Middle finger Ну, так в смысле Во-первых, Windows Это было первое ОС, которое поддерживает Middle finger И Мадзи Ага И они же первые поддерживают Теперь Пожимание плечами Вомидж фейс Который Я прям ждал Я помню Я прям хотел его Обливательный Да, пожимание плечами И скрещенные пальчики В смысле Держу Крестики Крестики Там один из них Бой Он под папу Один под маму Костит Да, кстати, да Да, ну вот В общем, такие прикольные Причем, ты понимаешь Казалось бы Вот этот мэн Который С С Сырокезом Ну, не с сырокезом А с челкой Да, так скажем Он, типа На самом деле Настоящий мужик Потому что там Где с дамой мэн Там именно он Там он То есть он нормальный мужик То есть дизайнер Нормальный И там именно Под папку Под него сделан Да Причем Нету фэмили Где два мальчика Почему есть? К сожалению, есть И там один из них Под того папку Которого нет Понимаешь? Ой, да Так вот Я о чем говорю О том, что в принципе То есть Microsoft Оно так же толерантно Остается со своими Модзи Как и iOS, естественно И как, я так понимаю И другие производители Все это поддержали Ну и вообще, в принципе Японские Модзи Подразумевают Такие пары К сожалению, да Здесь написано Как на мобилах Как че, кого там Там, кстати Тон кожи отдельно Выбирается Тон кожи отдельно То есть Ты сначала Выбираешь И у тебя все Становятся Этого тона кожи Но это прикольно Кстати Это какой-то уже Знаешь, как в играх Действительно Ты себе тон кожи выбираешь Я, значит Я очень супер старую RPG вспомнил Нокс Да Там еще сюжет Там еще сюжет был такой Чувак сидит Телек Смотрит Ну ты прям Ты прям Можешь минут 30 Провести Кастомизируя персонажи Хотя потом Он как бы уже Все равно будет В тех шмотках Которые внутри игры Это чуть ли не там Где три класса Один маг Один Да, да Маг Который Потом Который именно Маг Колдун Который с животными И воин Непосредственно Там три разных начала Первые четыре главы А потом примерно Одна концовка Хотя тоже потом Есть разветвление Ну круто Ну круто Вот короче Релиз дэйт Вот я так понимаю Они говорят Что с summer 2016 То есть летом Все таки В 2016 году Они выпустят Полный пак Да Вот нам показывают Здесь все с обводочкой Ну прикольно Выглядит Вот даже есть Мэдзи говна Да Наконец-то Мэдзи говна появится Написано только В универсари Афдейт Будет Да Вот Можно переходить К следующей теме Которая называется Почти соцки Только пусть будет здесь У нас так написано Так вот На самом деле Тема про телеграм И про то что С телеграм Все воюют Продолжают воевать Телеграм Улучшил версию Мессенджера Под ios И заблокировал В ней боты Пиратов Под android Пираты Работают дальше Я так понимаю В принципе Под android Пираты Работают дальше Это символ android Это просто все люди Работают дальше Опять же То есть как бы Под android Работают Да Ну вот якобы Из телеграма Вся в принципе Новость о том Что якобы Из телеграма Многих ботов Самых Видимо известных Как-то Потому что там У них боты Прям с подписчиками А ну собственно Да Действительно Известно Видимо изъяли Из телеграма И это только На ios Здесь написано Еще что Некому чуваку По авторским правам Советнику По авторским правам Из google Джону Колебу Дональдсу Или Калебу Дональдсу Ему показали Вообще Чуваки Смотри Смотри У нас Мы тут С флибусты Качаем Только так Да Причем это Роскомнадзор Наши русские Чуваки Сказали Он это Спалил Естественно И как бы Я так понимаю Отдал приказ Соответствующий Директивы Подписал Да Там Все разошлось Как надо Но аккаунт Зов леса На твиттере Отвечает Роемру Что способ Обхода Просто Кидаешь бота В групповой чат И вот Доступ К нему Есть Ну то есть Я так понимаю Все таки В групповых чатах Они не научились Еще их Как-то Удалять Это все Ты же понимаешь Это так Для Роскомнадзора Это все Для Роскомнадзора Хотя Роскомнадзор Вполне Может читать Роемру Может быть Это одни и те же люди Да Тоже может быть Я кстати Хотел сказать На радио РСН Предпочитают Говорить не Телеграм А Телеграм Телеграм Я даже не знаю Если честно Как правильно Хорошо Потому что там Говорят Ватсап Вибер Ну и ладно Вайбер И Телеграм Сразу Как будто Телеграм Им проплатил Хорошо И еще вроде бы Соцкин Но тут мало новостей Следующая новость В слайке у нас Заглавная Так вот Открылся Live.ru Закрылся Live.news.ru И сразу у нас Довольная морда Господина Арама Габриилянова Вижу да На зеленом фоне Все мы знаем Скандальный Вот этот Live.news.ru И сейчас Я так понимаю Наверное Это как-то Как-то в этом Задействован Арам Габриилянов Потому что он Наверное Что-то понимает В интернете Я так думаю Во-первых Он главный Там Видимо понимает Потому что Почему бы и нет Если он такой Супер Как ты говоришь Скандальный Сделал сайт То значит Понимает Да Значит он Как-то все-таки Повлиял на то Чтобы сделать Теперь live.ru Вместо live.news.ru Теперь live.news.ru И директ Это на live.ru Да И типа Это аналог Базфит Тоже новостного сайта Всемирного Всемирно известного Новостного сайта Такого агрегатора Новостей Огромного Точнее даже не агрегатора А именно Они сами новости Как я понимаю Пишут То есть агрегатор Надо понимать Что это будет хрень Которая ссылки Просто везде кидает Так Да А это именно сайт На котором Собственные новости Ну и здесь вот Можно наблюдать скрин Очень длинный С лицом собственно Габриэлянова Собственно С многими Ну много-много Здесь всяких новостей Они такой плиточкой Располагаются Как Я не знаю Даже как что Как не как Пиндерест Как по-разному Как новостные сайты Согласен Как многие новостные сайты То есть Если хотеть Можно здесь зависнуть Почти залитнуть По-полному Я даже на скрине залип Не говоря уже О самом сайте Но вообще Да На Габриэлянов Я тебе так скажу Они-то пошли дальше Чем простой новостной сайт У них можно зарегаться У тебя там будет раздел My Life Так И это как раз Пример суперперсонифицированного сайта Согласен То есть у тебя Ну а я могу подписаться Я думаю Его лицо Она везде у всех будет Просто это проплаченный пост Так скажем А дальше у тебя будет Либо дети халифата Либо недоцин С ценой в 6 триллионов То есть там Ну понятно Разные вещи Да Смотря на что Подпишешься Понятно В принципе Можно переходить К жесткому разделу Разработка Прям думаешь Ударить Всяким Это знаешь Вот у нас В принципе Каждый раздел Он как разного рода Фильмы Вот сейчас Боевик будет Или остросюжетный триллер Да Первая новость Называется Будущий CSS Или Будущие CSS Подожди Ну подожди Нет Все конечно Хорошо Но у нас еще У нас есть нулевая новость Как у настоящих разработчиков Так я хотел Чтобы ты меня к ней подтолкнул Сам понимаешь Я же Так вот У нас как у настоящих разработчиков Нулевая новость О том Что есть замечательный хостинг На котором можно заказать Не только безлимитный хостинг Но еще и VPS И даже у них появились VPS на SSD Ты имеешь в виду? Да Причем Супербыстрый И дешевый Как нигде и никогда Да Да И какой? Как он называется? VPS SSD Он так и называется Я имею в виду SmartApe.ru SmartApe.ru Конечно Я думаю Те кто нас слушает Уже давно Привыкли К этому И мы прям всех Вас призываем Использоваться Ссылкой в описании SmartApe.ru Потому что Хостинг SmartApe.ru Он Нас Наш сайт Выручает уже года 3 Мы им пользуемся Для всех разных проектов С самого бета запуска Я сейчас знаешь вызов сделать А давайте вот Задудось Задудось А попробуйте Давайте Че вам стоит SmartApe.ru Так вот Будущее CSS На Медиуме Статья Но у них На медиуме Как ты помнишь Ты-то Никита и не знал Опять же Используя наши Главные слова Что у них есть Под медиуме Как сабреддиты Практически Которые объединяют Статьи Ты можешь статью Закинуть в Ну типа Сборник Я не знаю А я понял Я понял Да Типа коллекция Да Коллекция Пусть будет так Я хотел слово Сборник Русский Использовать The Collection Так вот И этот сборник Называется Techspiration Так И он Понимаешь Как и субреддиты Опять же На реддите Он даже Оформление Меняет По дефолту По дефолту На медиуме Сейчас Ярко-зеленые Ссылки Такие А вот тут Синенький Потому что Techspiration Он синенький То есть Когда перехожешь На коллекцию У тебя уже Хедер меняется Да На любой Пост Из этой коллекции Даже Кнопочка Лайка Не зеленая А синенькая То есть Там Прям Именно Меняется Вся Цветовая Тема Схема И это Прикольно Но Тема К сожалению Не об этом Он Чувак J K K Y Marsh Так Frontend Engineer UI Дизайнер Антагонистик Jorg Так вот Он пишет о том Что Вообще Будущее CSS Туманно Хотя Он Попытался Предположить Как все Будет За последние Годы Очень много Разных Было Парагодигм Концепций Архитектур Библиотек И фреймворков Для того Чтобы писать Модульный Расшир Масштабируемый И легко Поддерживаемый CSS Как тебе Эпиграф Отлично Сносит башню Вообще Прям как SmartApe.ru Так вот Вдохновением Для этих всех вещей Явилось Во фронтенд Комьюнити Большое Так скажем Отсутствие Фич в CSS И первая Как раз Вещь Которая Нам помогла Это Отсутствие Обналичить Я не знаю Просто бред Даже говорю Это Копировать Программистические Конструкции Из языков Программирования Типа Там Переменные Цилки Цилки Циклы Я хотел Сказать На Поострю Сейчас Прошел Цилки Цилки Так вот Скоупинг Этих Переменных И так далее Разные Как там Было В алгоритмике Сущность Ветвления Цикла Что-то Что-то Ветвление И цикл Неважно В общем После этого Очень сильно Нужно было Справляться С Здесь я так Скажу Опять же Про цикл Цикломатическая Сложность Я прям Перехожу По ссылке Там На css Wizardry.com Просто Чтобы понять Мы не будем Всю естественно Вот эту Другую статью Рассматривать Здесь Вот говорит Простое css Не правило Как селектор GIF.sidebar .loginbox .abutton.span Так И грубо говоря Если мы Это Выражение Разделяем На составляющие То мы смотрим Если Спан Находится В батоне И Если Этот Класс Батон У ссылки И Если Он Находится Внутри Класса Loginbox И Если Находится В классе Sidebar И Если Этот Класс Sidebar У Дива То есть Грубо говоря Если Это Разобрать На Псевроголго Ритмическом Коде Языке То Вот такая Конструкция Из Семи Внутренних Ветвлений То есть Это Имеется Ввиду Что Жесть Условия Ветвления Цикл Обосраться Это Типа Неправильный Селектор Да Обосраться Цикломатическая Сложность Напоминаю И На самом Деле Ну Как бы Любые Наши Методологии Типа Бема Или Смекса Здесь Я сделаю Пометочку Для того Чтобы Вам Показать Подсказочку На Ролик Про Бем Если У вас Подсказки Не Показываются Мы В комментариях Выяснили Значит У вас Стоит Отблок И Вы На наших Видосах Все Отключали Так Вот Нужно Просто Сделать Button Text Класс И Он Уже Будет Соответственно Только У тех Спанов Которые Внутри Баттона Которые Внутри Логин Бокса И так Далее Ладно Не будем В эту Статью Углубляться Ну Как бы Он Говорит О том С какими Проблемами Нам Приходится Сталкиваться Во время Написания CSS То есть Короче Каскадностью Не злоупотребляйте И знаете Вообще О специфичности И о том Как перезаписывать Разные Правила Для разных Классов Мы кстати Про CSS Специфичность Опять же Говорили Я оставлю Прямо здесь Ссылку На тот Подкаст Который В котором Мы об этом Говорили Так вот Для того Чтобы решить Эти проблемы Нам По пути Попадалось Много Инструментов Например При процессоре Другие Абстракции Типа САС Лес Пост CSS Для того Чтобы внести Немножечко Программирования В наш Простите Опять CSS В нашу жизнь Да В нашу фронтендовую Нелегкую Судьбу Паттерны Типа Атомик Атомический Функциональный Утилитарный Дизайн CSS Для того Чтобы Немножечко Упростить Селекторы И как бы Сделать их Плоскими В том смысле Что без вот этих Вложенностей И так скажем Древовидности А просто Вот есть класс И он Уже Сам класс Презентационно Называется То есть Раз уж Баттон текст Все понимают Что это текст Наутри кнопки Че тут еще Выдумывать Другие есть Инструменты Типа архитектуры Как ITCSS Например Ну и опять же Смэксбэм То есть Как организовывать Файлы Внутри Уже Ваших Проектов Именно На логические Какие-то куски Чтобы они Были упорядочены Классифицированы По определенным Параметрам И вы Точно Легко Могли Ориентироваться По всей Этой кодовой Базе Есть Также Тестовые Фреймворки Типа True Но вы поняли Все это Переросло Ну вот здесь Он подводит Итог В Объектно-ориентированный CSS Объектно-ориентированный CSS Я хотел сказать Да Бэмс Мэкс И другие Подобные Франкенштейн Монстр Да Это он Как бы Расшифровывает Нам о том Что же Получилось В итоге Франкенштейны Монстры На чертовски Удобные Добавлю от себя Ими как бы Круто пользоваться И Именно такие Франкенштейны Монстры Помогает решить Ту проблему Которую Джонатан Снук Нам сказал В самом начале Нашего подкаста Нашими устами Сказал Конечно же Ну слушай Вот мне кажется Бэм Это как раз Франкенштейн Монстр А вот Смэкс Это уже Это небольшой Такой Это хитоняша По сравнению С Бэмом Согласен Потому что в Бэме Есть Бэм Тулс Которые помогают Вам это все Собирать И я тоже в натуре Когда проект Запускается В диплой Хочется орать Просто Я думаю В Яндексе Такая руда Эта технология Яндекс Возможно Да Причем Каждый раз Когда Перекомпилируют Потому что Компиляция Про сутки Занимает Лично Бобук Тоже Может быть Так вот И она Говорит Она У меня уже Все Так вот В принципе Из всего этого Как он считает Нужно извлечь Одно Компоненты Модульность И прочее И вот он Хочет Чтобы Все лежало В модулях Которые Прям Стэндалон И Маркап То есть HTML И презентация То есть И бизнес Логика То есть Джава Скрипт Охренеть Прям Завернул Бизнес Логика Мы Это Как это Уже Видели В популярных Фреймворках Типа Реакта Или Полимера От Гугла Который Основан На Веб Компонентах Или На Других Типа Эмбера Или Ангуляра Там Везде Можно Так Я не знаю Дойдем Мы До Этого Момента Или Нет Пока Спечемся Говорит О том Что У меня Есть Тоже Хреновин Который Можно Пользоваться И Он Именно Пишет Что Компонентно Ориентированные Вот Эти Штуки Архитектуры Прям Поможет Нам Еще Больше Когда У нас Все Лежит В Отдельных Файлах И Виджет Сайдбара У него Есть HTML CSS JavaScript Классический Веб Компонент Че Здесь Еще Объяснять И Он Прям Гит Вы Прям Даже Не Понимаете Насколько Это Важно Потому Что Это Прям Круто И Вообще Потому Что Если Вы Типа Уже Путаетесь В Вашем Общем CSS В Общем HTML То Прям Модульность Вас Спасет Nucleid У него Называется Его Фреймворк Nucleid UI Можно Перейти По ссылке Посмотреть И Тут Прям Он Пишет Оседлайте Силу Атомарного CSS Вау Поэтому И Nucleid Потому Что Атомарный Блин В натуре Че То Я Уже Даже Таких Простейших Логических Цепочек Кстати Насаси У него Основан Отлично Так Что Наш Но Неважно Здесь Дальше Просто Примеры Идут И Уже Не Наш Потому Что Это Ересь Откровенная Хотя Пишите В комментариях После Того Как Мы Вам Расскажем Может Быть Вам Прям Сильно Понравится Зачем Я Говорю Пишите В комментариях После Если Я Мог После И Сказать Ну Ладно Посмотри Какое Гигантское Количество Презентационных Классов У Данного Секшена Охренеть Причем Все Эти Классы Они Практически Ты Можешь В них Запутаться Забыть Какой Из Что Что Это Вообще Для Него Вот Они Очевидные Хорошо PH5 NS Нормальная Тема Ладно BG Light Grey Я Еще Понимаю А MV7 NS Как Тебе Нравится Вообще NS Как Тебе NS Мне Не Нравится А MV5 И MV7 Что Как Просто Дичь Какая Откровенная А Он Прям Нравится Ему Что Мы С Помощью Вот Такого Высоко Декларативного HTML То Говорящего Самом За Себя Сразу Точно Понимаем О Чем И Его Цель Что Мы По HTML Можем Понять Че Эти Классы Делают Даже Не Заходя В CSS Хорошо Ладно Давай Так Давай Мы Типа Короче Гадалки Сейчас И Там Какой Max Viz 5 Max Viz 7 Какие Нибудь Ну А PH5 Давай Попробуй Ну Это Как PHP Falcon 5 Я Я не знаю Pixel Ну NS Это Namespace Ладно Хрен бы С ним Опять же Я отгадалок Нам тут Подсказывают Да А PA3 PH Это PH Уровень На руках Уже Там Челочки Ну Бред Просто Ну Не знаю И он Пишет Что Собственно Да Это Его Плюсы То Что Мы Сразу Понимаем Че Куда Список Классов Мы Понимаем О том Что Никогда У нас Не будет Проблем Со Специфичностью То есть Мы Именно Только Классы Используем Никогда Не будут Использоваться Селекторы Эти Именно Элементные Или Какие Нибудь Еще Другие Так И мы Типа Можем Планировать Всю Нашу Архитектуру Потому Что Мы Заранее Знаем Какие У нас Есть Вот Такие Вот Селекторы Классы Именно Презентационные Ну Не знаю То есть Мы Уже Думаем Не просто Нам PH5 Там Все И у нас Нормально PHD Да И прям В курилке Такие обсуждения Идут Слушай У тебя PH5 Ты не думал Там добавить Класс К своему 15 модуле Слушай Да Может быть PH5 NS Прям Да ну Нахрен В натуре С NS Еще круче Будет Ну Вот А и Кто-нибудь Мимо Проходит И 0.3 Вызывает Потому Что Пацаны Перегрелись Походу Уже Есть Конечно И минусы Например Адаптивный Дизайн К этому Очень сложно Сделать Потому Что Тебе Нужен Медиазапрос Под Каждый PH5 И PH3 И Sender Прописывать Вдруг У них У каждого Меняется Поведение И получается К одному Объекту Будет Там 10 Медиазапросов Сразу Относиться Как бы С точки Зрения Производительности С какого-то Момента Уже Сказали Что Не важно Где Там Находятся Эти Медиазапросы И Какое Их Количество Псевдоэлементы И псевдоклассы Не очень Понятно Как Ими Оперировать Потому Что Before К центру А вдруг У тебя У центра Есть И контейнер Ну короче Должен быть Какой-то Класс Который Именно Отражает Этот Контейнер Типа Там Карточка Card Header Card Content Просто Как я понимаю Чувак Замахнулся На Реально Типа Спецификацию Типа Бэма Ну да Только Он Типа Смэкса Не очень И он После этого Пишет Жирным Shit's About To get Weird Дерьмо Обещает Собирается Стать Странным То есть Это еще Не странное Дальше Странное Дерьмо Будет Окей Так вот И у него Пишет Что Мы хотим Чтоб Он уже Мы У него Уже Раздвоение Поперло Я потом Фоточку Покажу Чувака Там Нормально Все Наши Слушатели Обязательно Именно Ради Этого Хотя бы Видео Посмотрите Полностью Компонентизированный HTML И CSS Связывая Наш Контент И презентацию В том Способе В том пути Который Концептуальный Их И связывает Связывает Связывание То есть Тут уже Все Пошло Мы Встроим Тебе Сайт Чтобы Ты мог Смотреть Сайт В сайте Так Высоко Опять же Говорящий Сам за себя HTML И мы Можем Понять Че Происходит В нашем Компоненте Даже Не Заглядывая В CSS И H5 NS Напоминаю Так Вот После Этого Мы Можем Делать Медиа И Он Хочет Чтобы У него Еще Был Такой Фреймворк Который Именно Оставлял Еще Какой-то Класс Для Самого Контейнера Но Повторюсь Card Header Чтобы Там Медиа Запросы Все-таки К одному Какому-то Классу Применялись Давайте Сделаем Такую Джесс Библиотеку Которая Расширяет HTML Атрибуты Внимание Button Класс D E PSM BGC Cool Sea Warm И Кроме Этого Кроме Атрибута Класс Должны Быть Еще Такие Классы Именно Для Медиа Запрос FX CSS Device Tablet Remove PSM То есть На Шаблоне На Планшете PSM Убрать И Добавить PMD А на Десктопе Добавить DB PLG BGC Cloud DC Sunshine Я думаю Это Просто Все реклама LG Ради PLG Все Я понимаю Что это Large Но Тем не менее А BGC Нет Слушай Вот Допустим У него Есть Некая Толика Так Скажем Правды Знаешь В чем В том Что Это Похоже На Сокращение Из Каких Нибудь Фреймворков Типа Bootstrap Ну Понятно Да Это Толика Правды По твоему Ну Да Это Чувак Прям Он Фреймворк Фреймворков Пытается Сделать И Хочет Чтобы Были Разные Атрибуты И JavaScript Библиотека Бы их Парсила И Я Не знаю А он Причем Он Хочет Назвать Our Library У него Напоминаю Раздвоение Уже Пошло FX CSS Это Future CSS У него X Тут Причем Твою Мать Где Во Слове Future Есть X Фиксики Фиксики Это Что Это Что Это Что-то Детское Вот У него Фиксики CSS Полный Отлично И Фикс Это Еще Доза У Наркомана У него Дозовый CSS И У него Прям Дальше Он Идет На Мировое Господство Он Хочет Чтобы Была Мульти Библиотека Для Всех Сайтов И Вот На Всех Сайтах Будет Его Fix CSS Future CSS И Тебе Не Надо Будет Нигде Кэшировать И Подгружать Потому Что Уже На Мировой CDN Где То Это Лежит Все Такое Просто Как Зерги Мировой Рой И Везде Одинаково У всех Оно Будет И Разработчикам Даже Делать Ничего Не Надо Просто Использовать PMD PLG Не Ну Это Как бы Как GQ Библиотека Окей Ну Слушай Ты Не Оправдывай Я Потому Мне Страшно Будет Следующая Тема Я понял Про Какую Тему Ты Говорил Когда Мы С тобой Готовились К Подкасту Ой Тут Наркома Вот Именно Она И Он Еще Пытается Развирать Performance Что В принципе Все Еще Будет Быстро Работать Хотя Я Считаю Что Будет 500 Триллионов Причем Знаешь Это Медиум И На Медиуме Очень Часто Выделяют Какое Нибудь Дерьмо И Можно Прям Оп Комментарий Типа Вот Че Ты Совсем Охренел И Тут Им Ни Один Комментарий Никто Не Оставит Чувак Ты Упорол Слышно Никто Ничего Не Понял Да 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 И Тут Есть У Него Топ Хайлайт Все Таки Дальше Кстати Она Тоже Синяя Потому Что Это Tech Спирation Блог Лично И Фронт Девелоперс Анау Произношение Мы Специально По-русски Произносим Чтобы Было Смешнее И Понятнее Для Слушателей Наш Акцент У нас Южно Колорадский И Возможно Колорадский Как Колорадо Согласен Да Поэтому Может Кто-то Не Понять Короче Фронт Эндовые Разработчики Понимают Что Сейчас Каждый Раз Городить Огород Тупо И Это Непродуктивно И Непрогрессивно Поэтому Нужен Фьючер CSS Для Всех Сайтов Мир И Мировое Господство Для Как Его Там Зовут JK March Теперь Давай Посмотрим Как Он Выглядит Я Прям К Нему На Твиттер Зайду Так А я Должен Проскролить До Конца И JK March Зайти Да Да Потом Там Будет Его Сингл На Медиум И Потом Передим Твиттер И Там Чувак Он Уже От Сердца К Солнцу Как Будто Хочет Ромки Татуированы У него Горло Уже Татуировано Ну то есть Дизайнер Короче Сан Франциско Че Тут Дальше Продолж У него Написано Turk Till Death Да Ну это У чувака У мужика У чувака В общем Он Прям Это Ну Понятно В общем Чувак Познал Я Вот Не хотел Бо Такое Познать У него Еще Пшеница На Фоне Облаков Убович Умер Ответы Mail.ru И че там На самом деле Он живой Ему 70 лет Все нормально А Но вопрос Задали Потому что Вопрос Задавали 8 лет назад 3 года назад И сейчас Снова задают Под него Копают Я не говорю Хоронят Постоянно Следующая Тема У нас Еще одна Тема Есть в разработке Так Веб-анимации Вчера Сегодня Завтра Она у нас В громких Значится Рэйчел Наборс Это супер Вообще Анимационная Баба У нее Прямо даже Свой Своя секция В смешинг Конференции На смешинг Воркшопах Имеется ввиду Она анимационная В смысле Джейк Анимационная Джаваскрипп Джаваскрипп Джейк У нее там До свидос Гринсок И всякие Свиде Анимации Там до свидос Она В3C Консультирующий Аниматор Бум Говорить Окей Так вот И она нам Рассказывает О том Что вообще За последний Год или два До хрена Случилось В мире веб-анимации У нее не такой Косноязычный язык Простите за Тавтологию У нее все Прекрасно И появились Такие библиотеки Как Гринсок Опять же О которой я уже Сказал И прям даже На разных конференциях Типа Awards И CSS И CSS Дизайн Awards В Гринсок Выигрывает Именно Мне нравится Awards Ну потому что MTV Movie Awards Мы еще все-таки Поколение Y Мы это все знаем Смотрели И да Web Animations API Появляется У нас После того Как отменили Смайл Я напоминаю В Хроме В первом И сейчас У всех остальных Браузерах Будут отменять Это Нативные Свиджи Анимации Про которые У нас Кстати Есть ролик Я здесь Даже Добавлю Маркер Хотя бы С археологической Точки зрения Посмотрите ролик Посмотрите Как раньше Делали С VG Анимации Откопайте Да Так вот Web Animations API Это Спецификация Которая Пытается Объединить Все CSS Анимации Транзишны И Смайл А также Теперь И Джаваскриптовые Анимации Чтобы Девелоперам Было проще Разработчикам То есть Ну чтобы Проще Им было Короче Чтобы у них Был стандарт Которым Пользоваться Естественно Firefox Команда Edge От Microsoft Переменилась От Статуса Мы рассматриваем Это К Medium Приоритет То есть Прямо Практически Уже Имплементировали Команда WebKit Тоже Сказала Что Будут Будут Рассматривать И Она Прямо Хочет Такая Говорит Неужели Неужели У нас Будет Типа В 2016 Ну На Дабдаб Диси Скорее Все Решится То есть На Дабдаб Диси У Эпл Большинство Анонсов Именно Относительно Разработки В том числе Относительно Браузера Своего Safari Типа Узнаем В 2016 Или 2017 Потому что Есть здесь CodePen Кстати Причем Ссылка То есть Она не Чурается Использовать CodePen Ой да нет Ну это уже Прямо Стандарт Дефакто Некоторый Стал Для Для Таких Людей Как Она Это Жирный Редактор Жирный Редактор Жирный Онлайн Редактор Я бы даже сказал Так вот Здесь у нее Также написано Что Смайл Уходит И SVG Поднимает Голову Так скажем Несмотря на то Что Смайл Это тоже Часть SVG Ну да Про Гринсок Мы уже Сказали И Снэп SVG Из Библиотека Тоже Она Как бы Менее Разухабистая К ней Нет Столького Количества Плагинов В том числе Платных Как для Гринсока Но Тем не менее Свою Работу Она Выполняет А что Она Постоянно Пишет Про Флэш Она Хочет Похоронить Уже Или Да Нет Просто Написано Что Гринсок В принципе Это Библиотека Похожая На Флэш Только Написанная На Джаваскрипте Просто Это Так Скажем Флэш Это Папка Гринсока Так Ну и Просто Ты же Понимаешь Что Был Момент Когда Эпоха Веб Анимации То Как Флэш Сводилась Поэтому Про Нельзя Здесь Не Сказать Правильно Кстати Ты Говорил Про Джей Квэри Гсап Сможет Стать Следующий Джей Квэри Возможно Скоро Будем Подключать Гсап Ну Наррицательным В смысле Что Настолько Же Стандарт Дефакто Для Анимации Как Джей Квэри Стала В Какой То Мент Для Манипуляции С Страница Весело Она То Все Понимает На самом деле Очень много Есть Гайдов По Гринсоку Мы В том числе В паблике Периодически Выкладываем Не так Часто Как Могли Бы Но Вот Да И Она Гает Что Проблема Это Даже Не С тем Что Недостаточно Джаваскрип Библиотек Проблема С тем Что Прототипирование Сложное В том Смысле Что Чтобы Создать Анимацию Нужны Не можем Стереть Границу Хотя Может быть И не надо Но Тем Не менее Между Аниматорами И кодерами То есть Вот Есть Чуваки Которые Прямо Практически Докторскую Заканчивали По тому Как Анимации Должно Быть Там В пиксаре Стажировались Где нить И так Далее Но Они Не Могут Так Скажем Визуализировать То Что У них В голове Потому Что Инструменты Очень Сложные И Поэтому Сейчас Создавать Которые Именно Джаваскриптовые И Ну Она Рассказывает Про Фреймер Про Инвижн Про Принципал Ну Она Говорит О том Что В Афтер Эффекте Например Ну В Предыдущем Что За Месяц Можно Научиться Делать Круто Тенечку А На Гасапи Надо Прямо Годы Потеть Над Джаваскриптом То есть Это Нехрен Собачий Поэтому Нужна Нужна Какая-то Такая Фича Типа Не Фича А Инструмент Ну Здесь Она Про Принципал Говорит Что Там Понятно Оно В основном Для Приложений Конечно Так Вот И Ну Я От себя Скажу Что Adobe Запустили Свой Анимей CC Который Объединил В себе Флэш И Эйджи Анимей Который У них Был До Этого И Там Как Раз Флэш Экспортируется Увеличивается Количество Инструментов В браузерах То есть В 2014 Уже Появлялись Всякие Инструменты Разработчиков Хроме Канарии Firefox Девелоперы И она Здесь Даже Дисклеймер Я кстати Помогала Для Firefox Девелопера Делать Демо Сайт Я Типа Тут Это Крутая Так Ну Это Еще В бородатом Там В 14 В 15 Годах Было Но Она Гает В принципе Так Скажем Вещи Которые Во флэше И в прочих Вещах Опять же Стандарты Дефакто Типа Там Тайм Лента Она Теперь Приходит И в Инструменты Разработчика И кроме Этого Все Делают Не только Code Guidelines То есть Guideline Как писать Код На Emotion Guideline То есть Как Именно Должно Быть Движение То есть Там Не больше Стольки Секунд Подниматься Не больше Чем Настолько Это Пиксели В Elevation Движение Там И так Далее Слушай Да С одной Стороны Это Будем Говорить Вкусовщина Кто Как Хочет Делает А С другой Стороны Должны Быть Какие Стандарты Ну Да Вкусовщина Глава Без Вкусовщины Не было Без Вкусицы Чтобы Не было И Такие Компании Как Google Со Своим Материальным Дизайном IBM Между Прочим Тоже Сделали Свой Motion Language Я думал Они только Кассовые Аппараты Делают Ну Видимо Нет Видимо Еще И Анимации Для этих Кассовых Аппаратов Хотя Там Везде Все Доз Практически Стоит Но Ладно Мы Много Выучили В 2015 Году И узнали Про Вестибулярные Расстройства А Именно О том Что Ну Вот Смотрит Какой Небольной Человек С ограниченными Возможностями На вашу Анимацию И у него Прям Нехорошо Становится Надо Бы Как-то Сделать Так Чтобы Можно Было Анимации Отключать В Аксессибл Манере Не Просто Опять же Накатить Ноутскрипты Чтобы Пустое Пятно Было А Чтобы Был Какой-то Тумблерок Что Анимации По дефолту Отключены И ты Мог Их Только Включить Если Ты Хотел А По Умолчанию У тебя Статическая Картинка Которая Отображает Всю Батарея Разрядится Сразу И Нахрен Такое Надо Ну Да Оно Вот Надо Этих Людей Как-то Тоже Охватить Ну И После Этого Последняя Она Говорит Что Сами Анимации Тоже Важны И Нужны Но Это Как бы Вывод Поэтому Мы Должны Как-то Не Стесняться Тоже Работать Со Семь Этими Инструментами Библиотеками Делать Комьюнити Лучше И Ходить Видимо На Ее Воркшопы То есть Она Призывает К этому Ну Здесь Этого Нету В самом Выводе Но Когда Об Авторе Там Сразу Написано Рэйчел Наборс Живет В Портланд Орегоне Приглашенный Эксперт От В3C Курирует Webanimation Weekly.com Там Супер Главное У нее Slack Комьюнити Анимационная Ну И так Далее То есть Прям Топовая Баба По этим Делам Женщина Дам У нее Всего Там Шесть Комментариев Один Из них Даже Ее Ный То есть Ей Ный Особо Не очень Комментировали Статью Видимо Ни хрена Не поняли Она Говорит I'm Excited About P5.js Я думаю PH5 Все таки Видимо Это Тайный Язык Людей Которых Мы Обсуждаем Но Да Можно Переходить К социальным Наверное Новостям Да Конечно С удовольствием Так Вот Блог Про который Мы В прошлый раз Немножко Недорассказали SmartAid.ru SmartAid.ru Немножко Недорассказали В прошлый раз Про редизайн ВК И про скандал С Лебедевым Ну как скандал Такая небольшая Ссора Такая небольшая Скандалишка Такая Да Такая Драка Словесная Я бы даже сказал В общем Оказалось Что 1 апреля Как раз таки Когда выкатили Новый дизайн Вконтакте Для Небольшой аудитории Так скажем Кто хотел Тот включил Кто хотел Тот отказался Выключил Лебедев В свою очередь Написал в своем Блоге Ахтунг Так нет Понимаешь Имя или псевдоним Это чувак Который предлагает А видимо Ахтунг Ему же кто-то предлагает Это Все вот это Бизнес-линч Это именно Предлагаемые Так скажем Темы Так что Ахтунг Это не он Написал Но не важно Хорошо да Но тем не менее Лебедев пишет Здесь комментарий ВК отстала Жизни на 10 лет Вместо экспериментов И поисков Они занимаются Тупой хуйней 18 плюс Возможно Тупая хуйня Приносит Много денег Так вот Собственно Здесь нет На удивление Комментариев Почему интересно Вот Саня Как ты думаешь Знаешь Имя или псевдоним Ахтунг Это кто Это Татьяна Плуталова Потому что Именно под ней Зойдина на скрине А Ну Какого-то хрена Нет комментариев Такой горяченькой Я не знаю Почему Записи Но Судя по тому Что мы видим Здесь виджет Гиперкоммент А у нас С тобой был опыт Общения с ними На лайт версии Они не пишут Комментарии В базу данных Но это что касается Вордпресса Если посмотреть У Лебедева В Аполайзером То у него здесь Бэкболм полный Я уж не знаю Что у него на бэкэнде Но Непонятно Какая у него Вообще база И поэтому Может у него Бесплатная версия Может у него Виджет сбросился То есть там Прямо до смешного Доходило Плагин включил Выключил У тебя все комменты Просрались Ну да Смешно Если у Лебедева Дешевая Бесплатная версия Это смешно Так вот На это все Господин Лобушкин Который сейчас Уже практически В Mail.ru А раньше работал В ВКонтакте Пресс-секретарь Всех проектов В Mail.ru Да Он как бы оскорбился И достал Старый дизайн 2011 года Когда Судия Артемия Лебедева Предлагала новый дизайн Еще в 2011 году Ну мы это в прошлый раз Объяснили Обговорили Обсосали Так вот Здесь есть статья На тижурнале Как Артемий Лебедев Отчитал Георгия Лобушкина За публикацию Конфиденциальной информации И Я в принципе Зачитывать не буду Но он достаточно Жестко говорит о том Что Во-первых Посмотрите на Господина Георгия Лобушкина Гна Он пишет Некто С которым собственно Сам Лебедев не знаком Но Решительно Не согласен с ним Он пишет Что Во-первых Какого хрена Он разглашает тайны Так скажем То есть Конфиденциальную информацию Он здесь причем Будет подчеркнуть Что это всего лишь Первая фаза Предварительное обсуждение Да Во-первых Почему Он разглашает Во-вторых Я бы На самом деле Обратил на него внимание Он советует Дирекции Mail.ru Чтобы вы посмотрели За этим сотрудником Он Дескать Может и про вас Такое рассказать Подобное И Как бы Уже После такого Ответа Он выкатывает Остальные скрины Которые у него Остались Были Я не знаю Где он их взял Остальные скрины Папки старых Папки Да Олд Выкатывает По скрины 2011 года Про Вконтакте И тут достаточно Такие скрины Как вот Опять же Мы говорили Что похоже на Sims 3 Или Sims 2 Даже Дизайн Может быть даже На Sims 4 Я не знаю Но он Опять же Да Говорит Что Как бы Это такое Предварительное Надо было обсуждать И так далее И так далее И вот здесь Такой Редизайн Как типа Похоже на LastFM Опять же По скринам Ну да Много Причем на новый LastFM Не на LastFM Образца 2011 К сожалению Ну да Да Причем смешно Здесь лента Дальше Там все По-английски Europolitics FAQ Потом Екатерина Фелькевич Обновил фотографию На странице Сергей Кулинкович Обновил фотографию На странице Мне это немного Напоминает Знаешь Для диджея В сайт Вот такие же Тоже Europe Music Awards Опять же Там Юра Да Там Юра Music Awards Очень раньше Вот Ну короче Такая статья И следующая По-моему Тоже Я прям здесь Хочу еще Подчеркнуть Что он пишет Но господин Лобушкин Гн Гн Лобушкин Позволил себе Слить фотки Распечаток На пенокартоне Самое главное На пенокартоне У них в студии Видимо Все на пенокартоне Делается А пенокартон Это понятия Не имею Ну видимо Какие-то Прям знаешь Они мне Скрины кинули Или там Не псд макеты А именно Распечатали Такие здоровые Хреновые Они пришли С презентацией Физической Да Видимо физически И как бы Он даже Потрудился От скрини От Ксерить Это будем говорить От Сканировать Видимо Кто он Лобушкин Нет Что Фотки Распечаток Он сфоткал Он прошел В чулан Опять же Как бы В папку Старая Только В физическую В чулан Да Там По лестнице В актовом зале Там опять же Возвращаясь К Якубовичу Там музей Поле чудеса Ну или так Да Ну только закрытый Потому что Нельзя же было разглашать Ну то есть Здесь можно долго Рассуждать о том Кто Нет Здесь будет еще Рассуждение На следующей статье Собственно Ага Ну дальше Нет Я имею в виду Про этичность ситуации Про сам ВК Конечно можно долго Рассуждать Не ну Тут как бы Понятно Что И те и другие Интересны Это опять же Так же Как война между Мэйлру и Варгеймингом Интересно Да Согласен Это такое Следующая статья Опять же Про ВКонтакте И здесь чувак Я не знаю Имеет ли он какое-то право Но у него 208 с половиной Кармана Гифтаймс Скорее всего имеет Он рассуждает о том Что ВКонтакте Запилили Он в конце Расскрывает Что достаточно Хороший дизайн Но поначалу Мне как-то не понравилось Он достаточно Негативно Отзывался Так вот Он рассказывает Что не так Средизайна ВКонтакте А он говорит что ему какой-то чувак В личку То есть он видимо известный чувак Ему какой-то чувак в личку Написал что Был бы признателен Если бы написали статью Про то что Что же не так С альфа версией ВКонтакте И он базара нет Он запилил действительно Пост На Гиг Таймс Он поржал Что убрали ссылку На Дурова Как мы собственно И поржали Он сразу написал Что это не такой опыт Как с кинопоиском Когда они обновились Это все-таки Другое немного Есть еще Мозг У ребят ВКонтакте Выкатить Только для определенной Аудитории Чтобы можно было Откатиться назад И т.д. и т.п. Ну и он пишет Тут о плохом Сразу начинает О плохом И начинает прикапываться К таким Сильным деталям Я тебе скажу Он сразу говорит Про вот эти вот Диалоги Он говорит что Блин в диалогах Сделали непрочитанным Раньше было прикольно Знаешь непрочитанное Типа темно-синее Да И ты понимаешь сразу же Что диалог темно-синий И как бы чувак Еще не прочитал Последнее другое сообщение А сейчас сделали Типа точечка Синий Едва заметная Сранная в заднице Находящаяся Он даже не про то что Да едва заметная Это понятно хреново Но он еще и говорит Что есть точечка Типа чувак онлайн И как бы у тебя Такое странное впечатление Вроде чувак онлайн Точечка И вроде бы он не прочитал Точечка Это к нашей статье Про проблемы Вашего веб-дизайна Когда у вас две лупы Одна означает зум А другая поиск Вот у него две точечки И блин Ну то ли дерьмо Ну то ли дерьмо Не у него А у них У них Дальше он говорит Про мобилизацию То есть вроде бы Все сделали более так По мобильному И цвет сменили Но дальше он про цвет скажет Еще И вроде так все Типа такое крутое Оно действительно Версию стало Он пишет Что они пытаются Впихнуть невпихуемые И он говорит Что вот раньше Были вот такие ссылочки На сообщество У сообщества Где можно было Добавить закладки Сообщества Ну сами понимаете Вот это все Что под низом Аватарки Так Сейчас они это все Свернули Мы причем даже Недавно Про бургер кинг Про гамбургер меню Смартай точка Да Так вот Мы говорили про то Что многие Очень зря Списки прячут В выпадающий список Ну вот они здесь Спрятали выпадающий список Всю эту хню Так Да И он Думает А какого хрена Че сэкономили Как бы ничего не сэкономили Но юзабилити Пострадало Чуваки не знают Куда нажимать Чуваки которые каждый день Нажимают туда Например в статистику страницы А нужно туда нажимать На эту хрень Знаешь Вот я сейчас смотрю Меня три точки бесит Я думаю Че бы меня не бесило У меня бы стрелочка вниз не бесило Я бы прям знал Что будет дропдаун А знаешь еще почему Потому что недавно в Трелло Вот если помнишь Там есть борды Есть листы Вот эти списки карточек Есть карточки Так вот наверху листов Всегда была стрелочка вниз И там была менюшечка Так Я там все время жал АДД кард Чтобы не снизу списка Создавать карточку А сверху Так вот сейчас Там эту стрелочку Сменили на три сраные точки Я когда первые разы заходил У меня прям хреново было Я хотел выйти И боялся пользоваться Вдруг я сейчас нажму И что-то не то будет Вот тут три точки Меня тоже бесит Но тут видишь Стрелочка уже есть На вы подписаны И вот тут тоже Лучше бы вы подписаны Ну хотя А как тогда Им символизирует Что если нажать на вы подписаны Можно отписаться Дилемма Согласен Дилемма Дальше короче цвета Он очень сильно У него прям Батхёрд вызывают цвета Он говорит что Блин чуваки Вы сделали какой-то Блёклый цвет Который как будто Он еще советует Адобу сделать для пиратов Такой цвет Чтобы пиратам Был цвет такой блёклый Выцвевший Как будто вконтакте Он говорит Я на это смотрю У меня как будто Действительно Просто выцвели Цвета выцвели Как бы это ни звучало Ему не нравится Значит Окрас ВК нового Дальше он говорит Про сообщения В принципе говорит Личка стала Приятнее Бла-бла-бла Так Тут он Ничего такого Во Новое меню Короче Но это я кстати Заметил Это действительно Хреново У них Вот эта вот штучка Комментарии Все знают Вкладочка Комментарии Она была Достаточно функциональна Ты нажимаешь на главную Нажимаешь Комментарий Можешь смотреть Комменты сразу А сейчас Они перенесли Эти комментарии В правый сайдбар И нужно Типа далеко Короче Нажимаете В общем Не нравится Ему Это Он причем Некий Егор Как я вижу Согласен Да Я причем Знаешь Что я тебе могу Сказать Во-первых У нас Самолеты Тут летают К войне Готовимся А во-вторых Ты же меня Всегда учил Скрытыми фичами ВК Пользоваться И там На комментариях Можно Всякое Смотреть Можно Комментарии Да Там же Ответы То есть Там Функциональщина Сильно А сам по функционалам Пострадал Интересно Я так понимаю Нет Все остальное Так и осталось Все нормально Он просто говорит Что многие штуки Разнесли И очень странно Разнесли То есть Когда Видимо Придумывали Изначальный Который Мы все знаем Там просто Слин Дача Шутка Очень смешная Ты Это не Твои деньги В банке Не машина Которая Водишь Несодержимый Требор Да Так вот О хорошем Кроме этого всего Он говорит Что Очень его радует Вот этот колокольчик Который Оповещает вас О уведомлениях То есть Вы сразу Вы никак не пропустите его Там появляется Единичка Такая красненькая Вы все понимаете Там именно уведомления О входе Ну да Здесь Чтобы сразу Было видно Кто Когда Откуда Заходил Да То есть Это удобно Ему нравится Ширина колонки Которая Я так понимаю Его бесила Мне в принципе Устраивало Что ширина колонки Иногда расширяется Когда у тебя Все свои пары У меня тоже бесило Да Вот Он говорит Что это прикольно Сейчас сделали Стандартную ширину Широкую Круто Прикольно Он говорит Что новые шрифты Прикольные То есть Раньше были сраные шрифты Типа Несчитабельные Сейчас классные Я помню Я когда только купил Ретина ноутбук Зашел на ВК Не узнал шрифты Там под Ретину Другие шрифты Дают Ну видимо Специально Потому что Иначе вообще Блевануть Ну видимо Да Ему нравится Что сохранение Старого Что это все-таки Не редизайн Тинопоиска Как я сказал Что все-таки Как-то подумали Ну и в принципе Стиль сохранили То есть Меня достаточно устраивает Кроме того Что он не работает У меня ни хрена Я писали же Что в ВК опции Да Я не попробовал Надо попробовать Да Есть у него раздел Лимб Я не знал про такой раздел Но это видимо Какой-то дизайнерский прикол Про то что Лимб Это видимо Туда поместить Чтобы сделать такое Someday Чтобы сделать потом Ну видимо Да Вот Он пишет Что его бесят Комментарии справа Он говорит Что во многих соцсетях Типа там Допустим Инстаграма Допустим И в фейсбуке Да И в инстаграме Она достаточно узенькая Написать всего лишь Гы-гы Лол Какая же ты красивая Первый нах Вот Он говорит Я по привычке Всегда нажимаю на дату Чтобы перейти в полную страницу И там написать уже комментарий Под катом Ну Я тоже меня бесит Честно Снизу круче Да Потому что Все эти всплывающие окна Они кажутся Какими-то нестабильными Ты вроде пишешь А вроде сейчас пропадет Ну вот Ну и такое резюме То есть ему в принципе Вообще-то все Люблю все новое Все понравилось Но вот есть некие недочеты Причем он пишет Я пока все-таки посижу На старом дизайне спасибо Ну видимо Мой-мой Я правда так и включить не смог Несмотря на то Что там есть Но да Ну вот Так у нас есть еще По-моему Несколько статей Такие достаточно прикольные И быстрые Самое главное Умные А у нас все сейчас быстрое пойдет Кроме последнего нашего блока Любимого Да Google таки индексирует Title У изображений называется Так вот Google индексирует Атрибут Title У изображений И Собственно Некий Дон Андерсон По интернет-маркетингу Специалист Он провел исследование Что Title действительно Учитывает Google При ранжировании И при выдаче Ну при ранжировании Я не знаю Я так понимаю Ранжирование и выдача Это в принципе Про одно Ну да Ну нет Ранжирование Я думаю Оно будет Все равно В зависимости От самого домена Ну да То есть картинки Если будет описание Там Саня Гончаров Я не знаю Сидит за ноутбуком Если на RT.com Такое выпустят То будет больше Первее покажет Чем если на YouWebDesign.ru Это будет Ну да Я хочу напомнить Что есть Два атрибута Кроме Title Да И есть Alt И Alt в принципе Это круто прописывать Потому что может Картинка отвалиться Или что-то с ней случится И будет надпись И будет подписана Да И просто для всяких Разных чуваков Там с разных Картридеров И всяких приколов Картридеров Да С скринридеров Да С всяких приколов Альт будет отображаться Нормальный Текстовый Или какой-то Выпухлый Я не знаю Какой Всякое бывает Вот А Title Ну вроде как Не нужен Вроде как Выпухлый Я только понял К чему Да А тут Дон Андерсон Подтверждает нам Что Title Это круто Потому что Они попробовали Тест И запастили Плинки Плоп И вот Такую хрен Плинки Плоп Ити Пипити Да Это видимо Скороговорка Какая-то Да Вот они запастили Картиночку И оказалось Что Ну да Нам конечно же Просто в обычной All выдаче Ничего не дают А если посмотреть Images То вот эту Картиночку Которую они подсунули Картинку поиска Она им выдается Поэтому Title Ранжируется То есть чувак Проводил исследования Смотрел Чего Кого И ранжируется И как бы Учитывается Гуглом Поэтому Title Тоже надо писать То есть оказывается Google Все это хранит Помнит Знает Помним Любим Знаем Так вот Google Скорбим Google таки Не индексирует Сайты со сранами ссылками Последняя новость Из раздела Социальной новости Короче Такой прикол Я не знаю Насколько это будет Вообще работать Потому что Очень много Всяких фейковых сайтов Ну просто Мне кажется Их большинство Наверное Процентов 70 сайтов Из всего интернета Это вот Сайты с фейковыми кнопками Скачать Ну Согласен И якобы Google Вводит Блокирующие Какие-то Штуки Чтобы в поиске Не выдавать Такие сайты В которых Кнопка скачать Ведет тебя Не на скачать Ни хрена Ну во-первых Большое красное Уведомление Показывает Она тебе Да Она показывает Что на этом сайте Говно Я думаю Значит следующий этап Будет В мобильной выдаче Уберут Они же сильно Мобильную выдачу Опотимизируют Да Чтобы не дай бог Ты с мобилой Уже вообще Не напоролся На какое-то Такое дерьмо То есть Чтобы Именно Когда вы нажимаете На скачать Вас Перенаправляют На рулетку На вулкан На Рядом женщины Маккипер Маккипер Да Вот такой Присмотря Я знаешь Для чего Эта новость В основном Не ради новости А ради того Что автор Это Барри Шварц Достаточно противный Наш Наш любимый чувак Поэтому да Зрители Видят Слушатели Обязательно Посмотрите На Барри Шварц Мы прям Его фанаты Так А у нас Блог Вордпресс Подкрался Внезапно Smartape.ru Да Так вот Впт У нас Я прям Специально Подобрал Чтобы все Новости Были с Впт Чтобы не Переходить Я причем Возможно И не Подобрал Может быть Какая-то Не с Впт Но я Старался Так вот Джефф Нам первым Говорит О том Что Прекратите Хреново Использовать Нотификации В админке Ты знаешь Сверху Типа Зелененькие Спасибо Что Обновили Вордпресс Там Посмотрите Что Нового Там Ну Их Много Разных Там Пост Обновлен Даже Вот Так С палочкой Слева Так Скажем Так Вот У многих Плагинов Только Плагин Активировал Сразу Пять Таких Их Надо Все Закрыть Типа Там Вау Поставьте Нам Звезды В Вордпресс Точка Орг Репозитория Или Вау У нас Есть Премиум Версия Или Вау Посмотрите Гайд По этому Плагину Там Ну И переход По ссылке Так Вот И ладно Бы Если Можно Было Их Все Позакрывать А Некоторые Нельзя Закрывать Он Говорит Ну Сам Джефф Говорит Не буду Вам Говорить Название Плагин Но Вот Скрин И Типа Вообще Вот Там Посмотрите Об Всяких Преимуществах Аналитики Нашей Получите 50% В скидку Если Перейдете По ссылке Мне Абсолютно Согласен Это Бесит Максимально Вот Он Говорит Выгает Это Плагин Authors Пожалуйста Уважайте Наше Место В админке Замужин Знайте Своё Да К тому же На платформе Которая Абсолютно Бесплатная Ну Да То есть Это Прямо Реально Как Ты Там Меня Учил Bad А Bad Манеры Б Манерс Да Вот Короче БМ Полный БМ Лол И прочее Так Следующая Новость Три Как Сайенс Появляется То есть Знака Ну Знака Ну Тут же Не знака Имеется Ну Ладно Не важно Три признака Вспомнил Слово Три признака Что Ваша Команда Вордпресс Разработчиков Вовсе Не команда Вау Сара Гудин К нам Рассказывает О том Что Пост Этот На самом деле Написал Питер Сум А Сара Гудин К нам Что Рассказывает Она Просто Она Знаешь Как Приводит Мама За ручку И говорит Вот этот Чувак Теперь Будет Тебя Учить Клогопеду Приводит Например О наболевшем Так вот И Сара Гудин К нам Говорит Вот Питер Сам Вам Напишет А он Как раз Создатель Плагина Вппушер Который Пушит С гитхаба И гитлаба На Ваши сервера Репозитория А это Прикольно Прикольно Я правда Пользуюсь Гитхаб Апдейтером Потому что Он с битбакетом Работает А вппушер Я не помню Работает с битбакетом Или нет Я случайно Нажал не с командом А с альтом И скачал Вместо той же Перейти в новой вкладке Скачал Да Да Только Вппушер Только с гитхабом А нет С битбакетом Тоже Ну тогда Молодцы Я пользуюсь Гитхаб Апдейтером Но новость Вообще не про это Он нам рассказывает О том Три вещи Которые Очень очевидно Показывают Что ваши команды Говно Не команда Первое Отсутствие Вершин контроля Ну поскольку У него плагин Про системы контроля Версии То естественно Он об этом И будет говорить И если вы Вообще Не храните Свои там Темы Или плагины В какой-то системе Типа битбакет Или гитхаба То вы Дескать Вообще Плохая команда И Да и Я тоже С ним согласен Как минимум Из-за того Что Надо бы Откатываться Иногда Вдруг какой-нибудь Билд корявый А на Битбакете Гитхабе Ты легко Можешь Реверс Коммит Ну имеется ввиду Что это не просто Понты Это еще и для Вашей безопасности И всего Конечно Ну при чем Здесь понты Да Да и деплоить Удобнее Как раз О чем его Плагин Второе Лайк Коуд Коллаборейшн Платформ Отсутствие В принципе Платформы В которой Несколько Людей Это же даже Контроль версии Не только чтобы Хранить версии И возможность Откатиться Но и чтобы Вместе Совместная работа Была И кому как не Тебе знать И Какой-то Фидбэк Оставлять Пул реквест Ишью И так далее То есть в принципе Такие платформы Типа гитхаба Они нужны Важны Конечно Дропбокс Тоже может быть Проще В каких-то Вопросах Но вот Все-таки Да Гитхаб С его Пул реквестами И прочими вещами Он здесь Киллер Киллер И третье Это отсутствие Стратегии деплоя То есть Когда вы Бывает такое Вы храните Все на гитхабе Оттуда Все равно Скачиваете И по Фтпишнику Заливаете Там Зипник Или не Зипник Что-нибудь Другое Или даже Просто В админку Заходите Удаляете Старый Плагин И аплодите Новый Зипником Ну короче Дичь И Есть Большое Количество Разных решений В том числе Вппушер Или Гитхаб Апдейтер Который Позволяет Вам Кстати Вот В гитхаб Апдейтер Я не знаю Про Вппушер Не готов Сказать В гитхаб Апдейтер Даже Бранчи Можно Менять То есть И вы Хотите Вдруг Вы хотите На каком Основном Сайте Мастер Ветку Задеплоить А на Под Домене Дев Точка Там Example Точка Ком Вы Хотите Задеплоить Именно Тестовую Версию Из ветки Девелоп Я не знаю Какой нибудь Такой Это можно Сделать С помощью Гитхаб Апдейтер И можете Так Тестировать Проверять Это по моему Гениально Даже С помощью Какого нибудь Плагина Типа Вп Тест Драйв Вы можете Сделать Что для Юзеров Всегда Видна Мастер Ветка Тема Из Мастер Ветки А для Админов Тема Из Девелопер Ветки Можно Всякое Сделать Это Это Прикольно И Да Напишите В комментариях Если Ваша Вордплейс Команда Оказалась Вовсе Не Командой А мы Переходим Дальше Новый Плагин Simple Cache Еще Одно Решение Для Каширования Лишение Лишение Не надо И Чувак Автор Плагина Как же Его зовут Нет Это Не тот Ну что Ты хотел Что Сказать Ну Был Тоже Плагин Который Короче Каширует Но он Кашировал Бэткэш Но там Просто Под него Конфиг Надо Отдельный Писать Он Типа Крутой Он Просто Тоже В одно Нажатие Но Под него Еще Конфиг Надо Писать Да Он В одно Нажатие Включается А каширует Только После того Как ты Напишешь Под него А я Так Понимаю Здесь Все Cache Здесь Тейлор Ловет Я Не знаю Это Дама Или Чувак У них Уже Скоро Там Какой Проанализировал Так Может быть Здесь Будет Хилищ Ну Кстати Мы Это Тоже Проанализировали У нас Кстати Есть Видео Да У нас Есть В Этри Тотал Кэш Я Уже Отметил Себе Подсказочку Она Уже Скорее Сего Появилась У вас На Экранах В Ютьюбе Так Вот У него В Один Клик И У Него Короче Он Сделал Еще Advanced Режим Который Можно Подстраивать Чтобы Объектное Кэширование Работало И так Далее Прям Как Бэт Кэш Но По Умолчанию Естественно Страничное Кэширование Как Вп Супер Кэш Включается Одной Кнопкой И Работает Очень Быстро А в Advanced Режиме Кроме Бэт Кэша Есть Memcached И Redis То есть Именно Базы В которых Тоже Все Хранится И Просто От Включения Однокнопочное Вот так Скажем Кэширование С 3,9 Секунд До 2,4 Увеличилась Загрузка Если Уменьшилась Да Ускорилась Я хотел сказать Да Уменьшилась Естественно Время Загрузки Ну и Понятное Дело Если Покопаться В Advanced Режиме В Расширенном Или Как Получше Сказать То Понятное Дело Можно Добиться И Больших Результатов Пишите В комментариях Опять же Если Вы пробовали Simple Кэш Не знаю Мне как-то С V3 Total Кэш Уходить Ну ты Уже По старикам Если Есть Какие-то Новаторы Вордпресса Попробуйте Да Вордпресс Новаторы Знаменитые То да Вышел Вордпресс 4.5 На прошлой Неделе Как раз После того Как вышел Наш подкаст Почти сразу Они Как обычно Вытащили Какого-то Джазового Старого Супер Музыканта Холлимана Некого Да Коуман Забегая вперед Скажу Что завтра Буду записывать Видос Про Вордпресс 4.5 Я уже Прямо В расписании Выделил Место Время Да Более подробно Все покажем С видео Но пока Остановимся На основных Фичах Кастомные Логотипы Мы уже Говорили О том Что появится Как сайт Хедер Изображения Кастомные Логотипы Добавлять Из кастомайзера И в темах 2015 и 2016 Уже поддерживается Можете Посмотреть То есть Прописывайте И потом Используйте Просто И все Кроме этого В кастомайзере Есть некоторые Улучшения А именно Селективные Обновления Выборочные То есть Вы допустим Пишите Сайт Тайтл И он не Перезагружает Всю страницу С новым Заголовком А только Заголовок То есть Такие прикольные Штуковины Более интерактивно У вас все становится Но кроме этого Есть режим Тестирования Адаптивности Здесь вы видите На скринах Здесь гифка Даже есть Переключаете Просто устройство Типа десктоп Планшет Телефон И он вам Сжимает Ваш сайт Прямо здесь В окне Довольно таки Удобно Кроме этого Улучшения В редакторе В визуальном Редакторе Именно Контентном То есть Можно ссылки Прямо В инлайново Писать ссылку То есть Не в всплывающем Окне А вот С такой удобной Подсказочкой Снизу И там Работает В том числе С помощью jQuery UI Автокомплит Если вы пишете Заголовок Поста Который На вашем Сайте Есть Можно Хоп Сразу Выбрать Его И он Ссылку На этот Пост Именно Поставит Прикольная Штука Если вы Пользуетесь Визуальным Редактором Я никогда Не пользуюсь Кроме Кроме этого Визуальном Редакторе Добавили 2 2 Горячие Клавиши 2 Горячих 2 Горячие Комбинации 3 Черточки Теперь Означают Горизонтальную Линию HR Тег И 2 Косые Кавычки Это Код Ну Как Слейки Как В Телеграме Везде Это Унифицированные Штуки Взятые Из Markdown Я так Понимаю Ну Кроме Этого Есть Изменения В REST API Есть Новые Функции Типа VP ADD Inline Script Я Это Все В Видосе Покажу Как Работает Можно Инлайновые Скрипты Наконец-то Вставлять Удобно Не Просто Там На Какой Нибудь Action Футеровский Его Вешаешь Вон Самым Низу Был А Как То Более По Другому И Наконец-то Изображение Сжимаются Сами И До 50% Быстрее Грузится Плагин Resize Images After Upload Который У меня Принудительно JPEG 30% Сжатия Для Всего Делаешь Чтобы Все Мало Занимало Так Что Вот Так Пишите В Комментариях Если Вы Поставили WordPress 4 5 И Пишите В Комментариях Если Вы Пишите В Комментариях Нам Писали Недавно Что Вы Так Часто Говорите Пишите В Комментариях Что К Концу Подкаста Забываешь Что Хотел Написать А Я Вам Скажу Пишите Сразу Как Приходит В Голову Это Прям Стоит Того Последняя Такая Крупная Тема Из WordPress Плагин Google Analytics От UASTA Купили Чуваки Купил Сьет Балкини Балки Я бы Даже Сказал Основатель Вп Beginner Точка Ком Есть Так Он Купил И Назвал Monster Insights Теперь Этот Плагин То Ее Он Решил Брендировать Да Причем Не Разглашается Сумма За Которую Он Купил А Почему Господа Из Google Не Купили Сами Да Нахрен Это Надо У них Возможно Какой То Есть Я Думаю Возможно Да Google Publisher Помнишь Там Когда Его Включаешь Там Google Аналитику Надо Добавить И Все Есть Juice de Volk Основатель UAS .com Он Написал Что Блин Вообще Это Мой Первый Плагин Мне Было Тяжело Расставаться Но Мы Как Больше Углубляемся Все Таки В SEO Поэтому Извините Ну а Сам Чувак Балки Сьед Он Сказал Что Мы В течении 8 месяцев До Хрена Новых Фич Добавим Я думаю Не монетизировать Будет Жестко Но Что Тут Скажешь Они Купили Они Теперь Имеют Право И Кроме После Этого Есть Скандал Небольшой Я вижу У тебя Это Заглавлен На Новую Google Аналитику Уже Быдлят Вот Да Пользователь На Саппорт Форуме На Wordpress Пишет Вы Че Типа Не Предупредили Хоть Бо Че Нибудь Там В Админке Написали Сверху Мы Подумали Наш Сайт Зломали У нас Был Плагин Google Analytics А Был Монстр Инсайдс Сейчас Переименовал В Инсайдс Вообще Он В течении 24 часов Он выпустил Большой Апдейт В котором Учел Все Пожелания Людей Потому что У всех Бомбанул Лайк За слово Бомбанул Я согласен Это жесть Потому что Ну правда Он еще Навесил Столько Баннеров Что Можно Подумать Что Это Рекламный Плагин Строился К тебе Ну Баннеры Они Хотя бы Только На странице Самого Плагина Ну да То есть К вопросу Монетизации У него Там Сразу Всякие Реферальные Ссылки На ВП Форум Разблокируй Про Версию Ну и Прочий До свидос Короче Просрали Плагин Я вам Так По хорошему А мы Переходим В научпоп Научпоп Продолжаем Праздновать Наш Космос Написано У нас С Гектаймса Статья Не самая Маленькая Я вам Скажу А знаешь Что мы Продолжаем Праздновать День Космонавтики Который Был Неделю Назад И Статья Называется Наш Космос До 2025 Года И Далее И Вот Виталий Егоров Я так Понял Не Последний Человек У него Кстати Карма 1313 В общем До хрена У него Карма Он Не Последний Человек Насчет Космоса Я так Понял Да Он Практически Все Статьи Которые Мы в научпопе Разбираем Про космос Именно он И написал Да И он Говорит Что он Недавно Узнал Вообще Всю программу Федеральную Космическую Всю Федеральную Космическую Программу На ближайшие 10 лет Не только он И все узнаем Что в четверг Роскосмос Ее обнародовал Вы то узнали Напишите в комментариях Если вы узнали Потому что по моему Кроме него Никто не узнал И господина Комарова Который Сам написал Который главный Так вот Он говорит Что вообще-то Давно-давно Еще в 2014 году В конце 2014 Нескромно Хотели Отвалить бабла Роскосмосу Аж 2,8 триллиона рублей Которые они Реализовывали До 2025 года Соответственно По всей программе Он потом Поперло Все немножко хуже К началу 2015 Экономическая Политическая ситуация Усугубилась Как написано И план был Уже до 2 триллионов Сокращу Далее Самый главный Тезис какой Что Чуваки Говорят Давайте не будем Замахиваться Значит Сильно далеко Мы не будем На луну лететь Уже Ну имеется ввиду Что с людьми Не будем лететь Да То есть Мы будем Конкретно Для людей Все делать Для наших людей Будем Спутниковые снимки Охрененные То есть Будем Чтобы у нас Навигация Была офигенная А то Там дальше Собственно Будет кусочек Этой программы Реализован Я так понимаю Далее уже Широкополосная Связь Дэй Дэй Вот Это к концу 2015 года Ну вот собственно Я так понимаю Такие бабки Остались Ну и решили Что Сделают Как и обещали Много внимания Уделено Дистанционному Зонгированию Земли И вот они Хотят сделать Чтобы мы Пользовались Не только Гугловскими Яндексовскими Картами Кстати Яндексовские Я так понимаю Тоже Нифига Ну то есть Спутниковые снимки Они покупают Не на наших Спутниковых Да не только Иностранные Но наши Были бы И мы будем Все круто видеть Я не знаю Кстати Это фотография Чего-то Наверное Москвы Или Я думаю Каких-нибудь Здания Роскосмоса Именно Так там Наверное Нельзя Туда Сейчас Это Самое Ладно Хочешь сказать Мы не должны Знать Где она Находится Знать Еще он Говорит Что Сильный Упор Идет На некий Интернет Вещей Который В принципе На западе Уже Сильно Распространен То есть Можно Будет Как обычно Там С телефона Запустить У себя Микроволновку Там И т.д. И т.п. Что Вот Вся Вот эта Тема Обеспечения Космических Телекоммуникаций Она Будет Усиляться Дальше Он говорит Что Ни хрена Не отвалили Бабла На то Чтобы Исследовать Метеориты И всякие Вот такие Тела Которые Летающие Даже Не помогла История С Челябинском Это Здесь Я уже По-моему Испамить Это Он дальше Это будет Говорить Не отвалили Я скроллю И как-то Тут Этого Нет На это Бабла Не отвалили Дальше Идет Очень Прикольная Картинка Она Похожа Знаешь На Пластинки Которые Знаешь Виниловые Как будто Отсканировали Одну Из обложек Да Да Здесь Есть Программы Пилотируемых Космических Полетов Которые Расписаны Что В 2015 Мг. Мкс Там Мкс Полной Конфигурации Да К 2019 Году То есть Какие-то Конфигурации Будут Собирать Конфиги Полеты Пилотируемых Транспортного Корабля Будут В 2021 Году Ну Здесь Все Расписано В принципе Можете Посмотреть Картиночку Все По годам Что Хотят Сделать Конкретно Вывод На Орбиту В 2021 Году Бла-бла-бла Стыковка С Мкс С российским Экипажем Около 10% Общего Бюджета Будет Направлено Именно На научные Исследования То есть Именно Мкс Будет Заниматься Не просто Так А Всякие Физико-химические Процессы Материалы В условиях Космоса Исследовать Я так понимаю Что 146 Миллиардов Это немного На научные Исследования Согласен Да Хотя Хотя Хрен знает Может Как-то Можно Ужаться Уже Разговаривать Как будто Ты Передаш Комарову Комарову Скажу Короче Дальше Опять же Такая же Картинка Отсканированная С виниловой Бластинки Здесь Такой Пай Некий Пайчарт Если угодно Здесь Направление Точнее Вот И тут До хрена На астрофизику И до хрена На проведение Исследования Луны В районе Южного полюса То есть Все-таки Мы будем Зондами Вот этими Зондировать Как Монтиональный Зонд Без Без людей Конечно Без людей Без людей Да То есть Как бы Это я так понимаю Это все Этот пайчарт Он был из 143 миллиардов Рубасов Я сейчас пытаюсь В уме сложить Вроде да Вроде нормально Не 146 Ладно Дальше Он расписывает Некий прикол Про то Что короче Они хотят Делать новые ракеты Замутить Заменить Все наши Вот эти ракеты Союз Протон Союз 2 Ангара И вот это все Заменить на Феникс Единственный И неповторимый И я так понимаю Вот это Ракетно-космический Комплекс Охрененный Вот этот РН-СТК Так Сделать его Общий И у него будет Феникс Как я понимаю То есть это Некое подобие Он дальше Пишет Что мы идем По пути Falcon 9 От SpaceX Они так же Типа развивались И мы хотим Он говорит Ну это якобы Единственный Наверное Хороший путь Развития Космоса В принципе В стране И вообще Модель То есть мы Идем к развитию Falcon 9 Который так же Типа должен взлететь И потом Ну да Только к сожалению Что характерно Про многоразовость Никто даже не заикнулся Ну понятно Такого приоритета В российской Десятилетней программе Нет Частной космонавтики К слову Тоже не предусмотрено Ну вот Собственно Здесь есть Небольшой Ну как Небольшой Ну час Час 23 Интервью Комарова И не только Я так Весь там Роскосмос Сидит Обсуждает Программу Мы не смотрели Вот В целом В планах У нас получается Очень неплохая Космонавтика Пишет автор Без Шапка Закидательных Прожектов Прагматичная И сбалансирован Всем фанатам Космических гонок Я просто напомню Десятилетний бюджет Роскосмоса Это столько Сколько НАСА Получает На год Ну и собственно Вот У него ощущение Возникло Что комаров Лучшее Что случалось С Роскосмосом За последние 10 лет А то и больше Вот такая статья Ну как-то Прям хвалебно Хотя А че хорошего Вроде Ничего хорошего А лучший человек Ну видимо Что он смог Ужаться в небольшие бабки Наверное 1,4 триллиона Напишите У вас есть 1,4 триллиона рублей А мы переходим К следующей теме Которая Кстати говоря Прикольная Если вселенная Перезвонит Такая Опять же От Виталия Егорова От него же Он пишет статью Уже Немного в другом То есть Прошлая статья Она была просто такая Как бы корреспондентская А эта статья Нет Тут тоже корреспондентская Он же сам поехал Согласен Сам поехал Но он более Как-то красиво Хотел написать Его прям заворожило Это место Да Он Да В Корчаево-Черкесии То есть У станицы Зеленочукская Можно проехать Мимо длинного забора И собственно Этот забор И будет Одним из составляющих Вот этого некого Радиотелескопа Ротан 600 О котором он пишет Ротан кстати Вы можете ржать Ржать А это радиотелескоп Академии наук Расшифровывается 600 600 я так понимаю Потому что там 588 метровое кольцо Наверное Хрен знает Скорее всего И 895 плоских отражателей Проба хочется сказать Практически Да Но Вот Я Телескоп сам по себе Он посерединочке там Как я понимаю То есть сам девайс Который там ездит На всяких этих Ну мы это посмотрим А вот эти вот Сами Сами по себе отражатели Они уже Как бы отражают Так Вот Мы короче Он пишет что Вот короче Я там читал в учебнике В советском еще В общем он восторгается Очень сильно этим ротаном Который охрененный там Причем Как я понимаю Что раньше Он был как-то по-другому сделан Сейчас его переделали И он там будет дальше Об этом рассказывать Просто я тебе так скажу Наш общий друг из Подмосковья Предпочитает говорить Что их в школе учили Абсострономию А вот нас уже не учили И прям Как-то даже Грустно от этого Такое ощущение Что уже тогда знали Что Роскосмосу Будут урезать бюджет И нахрен Иначе все равно Ничего там нам не светит Возможно Да уж Да Вот здесь есть фотография Где он практически В подснежниках стоит Сам по себе ротан Все давно поросло Заржавело Поэтому были опасения За ротан Собственно Пишет Ну и вот эта экскурсия Он пиарит там Какой-то вот этот тур Который им Преподнес эту экскурсию В специальную Астрофизическую обсерваторию Ему очень нравится Там Где поросло Это Нынешнее состояние Предка Ротана Пулковского Радиостелескопа БПР И он думал По аналогии с ним Все плохо Оказалось Что неплохо Оказалось То есть Оказалось Они оттерли Да Вот ротан 600 Сияет на фоне гор Он показывает Охрененные фотографии Похожие на Опять же Какой-нибудь Я думаю Пятый эпизод Звездных войн Где они там Снега На планете Ход Да И безостановочно Работает Он пишет Тут он Приводит Небольшую Такую схему Вот этого Как сказать Не сосуда А как же Кольцо отражателя Здесь написано Да Такого кольца Отражения То есть А Стоп Кольцо отражателя Это забор Туплю А внутри По рельсам Перемещается Как раз Вот эти зеркала Конусные Все правильно Да Я так понимаю Что Случ посылается А потом он Как-то отражается От этих зеркал И уже посылается В космос Ну видимо И сколько летит Там Как долго И как преломляется Показывает Нам о том Что собственно Показывает Ну вот Дальше есть фотография Дополнительный Четырех Четырехсотметровый Плоский отражатель Там такая Хрена тень Железная конструкция Там как трибуны Под стадионом Да Да Согласен Конический облучатель Имеет самый Инопланетный облик Он пишет Ну я и говорю Планета Ну да Вот Дальше здесь есть Фотография Собственно Самого Я так понимаю Главный девайс Который катается На Это он и есть Я понимаю Это конус Да Вот Кабина Кабина Здесь есть кабина Сама по себе Он причем прикладывает Там небольшая картиночка Зеленая Так это его аватарки Его аватарки Сейчас помню Да Его аватарки Дальше он показывает Крышу кабины Которая как бы Она тоже такая Излучает Облучает Все это И есть Ну Здесь небольшие детали И вот есть картиночка Где буднично Уютно В самой кабине А там просто Обычная банка Стоит обогреватель Два телефона Кресла Обычный офисный Такое Но за стеной Принимающие оборудование Здесь уже сервачники Пошли Здесь уже такие серваки Здоровые Там Все Все Лампочки мигают Все как надо И опять же Обогреватель То есть им видимо Настолько холодно Что Да То есть тут в серверных Не охлаждают А обогревают Да Он говорит что Здесь мотивирующие картинки Почему-то из National Geographic Висят Ну Я не знаю Лучше чем из Playboy наверное Хотя хрен Мотивирующие Вот Сегодня рабочее время Распределяется Следующим образом 50% Отведено на реализацию Научных программ Российских радиоастрономов 30% Занято в исследованиях САО РАН Оставшиеся 20 выделяются На плейб На иностранные Заявки Языки Вот Здесь собственно Там Firefox У них между прочим Внизу У них какая-то Ubuntu Наверное Наверное Что-то такое И какие-то там В общем Интерфейсы Как в Mac В общем Ubuntu Скорее всего Тут показывают Что они там Смогли зафиксировать Впервые Зарегистрировано Радиоизлучение На волнах 1,38 см И 2,7 см Кратера Коперник На поверхности Луны В общем Что-то там Они заметили С помощью этой хрени О чем говорит К сожалению Не поясняется О росте температуры Луны В кратере До 70-100 кельвинов На глубине Около 5-6 метров 7-100 кельвинов Чтоб ты понимал Это примерно Минус 173 цельсия Неплохо Так То есть холодно То есть холодно То есть можно Серваки там ставить Да-да Да Залежи Ильминита Могут там быть Понимаешь Это тоже как в Вовке Какой-то металл Ильминит А ты думаешь Это не про Эльменский фестиваль Нет Там нет Залежи Ильминита Если они там Между фестивалями Отдыхают Это объясняет В принципе Все происходящее Рядом с палатками Там залежи Да Вот Здесь небольшие диаграммы Просто изучите Посмотрите Очень прикольно Достаточно То есть в принципе Есть чем гордиться Это по-моему Уже третий Или возможно второй девайс Который мы рассказываем Второй как минимум Может быть что-то еще Да-да Что-то еще было Что осталось Советских времен Такая разработка Крутая И все еще действует Что-то еще меряю Вот собственно Дальше посмотрите фотографии Здесь можно больше Про это ничего Не распространяться В смысле Ты рекомендуешь Нашим слушателям Не распространяться И зрителям Да-да Просто посмотрите Ну ладно Хорошо Он пишет Виталий Что надеется Будет еще повод Написать о результатах Работы этого радиотелескопа То есть он прям Надеется Что позовут еще раз Ну Как Киркорова На корпоратив Ну ладно Возвращаемся К нам на обойку И прям хочется Как всегда Спросить тебя Никита Что ты видишь Я тебе кстати Порекомендую Зайти в телеграм Обратно Там где ты мне кинул Обойку И открыть там После обойки Еще одну тоже обойку А я пока посмотрю Да Обойка О там нормальная тема Это анонс официальный Да Официальный Короче говоря Я вижу здесь Во-первых Минимализм Здесь всего лишь Один цветок Который из чего-то там растет Еще какая-то рядом Банка На столе голубого Абсолютно Все голубое Папки у тебя тоже голубые Но можно сказать Наверное Что Я думаю Что Подкаст Это все-таки земля Из которой произрастает Как бы знание Ну неплохо А что тогда сахар Потому что Я-то думал Что подкаст Это банка с сахаром Синтаксический сахар Возможно И там темы есть наши И вот там кусочек коричневого Тростникового сахара Вот эта тема Про Ротан Она прям Заставляет гордиться Остальные не очень Заставляют А слушатели наши слева И как раз Увидающая ветвь Символизирует Тех слушателей Которым не нравится Что мы используем Ненормативную лексику И всякий бред А зеленые Это те немногие Разработчики Которым все нравится И вот такой Подстаканник С ромашечками Он как бы Успокаивает И нормализует Желудочно-кишечный трак Как собственно Настой ромашки Так что подписывайтесь На соцсетях Вконтакте В твиттере В фейсбуке В инстаграме В гугл плюсе Ставьте лайки На ютюбе Пишите комментарии Ставьте нам звездочки В айтюнсе И пишите там отзывы И будем С вами встречаться Через неделю С вами были Никита Тарасов И Александр Гончаров Пока Пока